всем привет дорогие друзья и раскоп и сезон 2 сегодня гранд-финал этого большого события наконец-таки мы добрались до этого 33 дня мы к этому шли и много да много впечатлений есть радостные что мы проделали такой большой путь есть немножко грустные что это заканчивается до последняя игра ну и конечно же мы все предвосхищаем большую битву и сегодня мы узнаем чемпиона этого турнира что сегодня мы с втроем наши трио хирос хаба яр бездарь и палыч будем обслуживать для вас эту игру всем здравствуйте да дамы и господа это мощный мощный гранд-финал юниткон против религоса вот это финал который наверное многие ждали этот финал который ну это это клики это клики ребята это будет быстро это будет что-то интересно и как минимум то будем переходить к интервью потихонечку давай давай кого будет первый звать религоз или юниткона не никуда быстро интервью религоз долгий к вот как думаешь кого начать давай с юниткона начнем давай давай разогреем на разогревчик погнали иван приветствуем тебя пресса ой-ой-ой ну что как тебя настроена игру рассказываешь что думаешь про своего оппонента уже побеждал 21 изменилось лишь умой сильный а ничего не изменилось сильный оппонент ничего не изменилось сильный оппонент ничего не измяга да да ну что иван долгий на самом деле путь прошли мы да да гранд этого финала что вообще можешь целом сказать по турниру по этому пути и что вообще может быть для тебя этот турнир значит и попадание вообще в гранд-финал и встреча со своим оппонентом выход в гранд-финал в любом случае приятно что тут скажешь среди достаточно сильной поляна игроков в любом случае элементы везения и прочее понятно что этим я доволен и какую-то свою минимальную точнее более чем минимальную цель я выполню вот ради кого вот вот ты тащишь это в первую очередь ради чего ты все это делать что тебе доставляет удовольствие игра игра именно в таком формате как я правильно понимать турнирный режим да да в принципе окей тогда такой вопросик про призовые призовые у нас 220 тысяч за первое место и 110 тысяч за второе место на что бы ты думал дядь на что потратишь призовые уже не не думал не думал окей сергей есть ли у тебя еще вопросы кого ну наверно стандартный вопрос задам что-то по первому бану может быть нам расскажешь или все в секрете будешь стоить да я не знаю наверно в секрете секрете не раскрываешь карты финал на то и есть финал что здесь может быть какие-то заготовочки бам и мтшку представляете он сейчас забанит и мы таки а ну пойду как бы да почему бы и нет но вы серьезно считаете что я могу играть мт после того как мы сыграли мт на шоу-матч мы по вере не думали об этом мне может и пора к психиатру но я пока не собираюсь ибо кстати это же отдельно еще до история сергей что у нас перед турниром был шоу-матч религиоз юниткон и эти ребята доходят до гранд-финала да да кстати да и правда был шоу-матч и там конечно была интересная ситуация и иван вот принимает решение что скорее всего не будет играть мт но кто знает ну посмотрим его сегодня увидим да как сложится ситуация кто знает иван удачи тебе хороших респов и показана красивую игру сегодня услышим с тобой налог тестим уже совсем скоро ну иван готов я вот слышу в нем уверенность вот знаешь когда с ним разговариваешь это уверенный в себе человек и он он вот от него это прет что он вот сыграть на максимум не будет расслябанности не будет какого-то тильта это будет макс максимальный уровень который он может показать если согласен согласен да мне тоже показать у него хорошее настроение бодрое такое заряженное действительно чувствуется что его вдохновляют такие моменты да да ну и давай тогда позовем религиоза пообщаемся с ним со степаном степан приветствуем тебя приветствуем у нас комментаторская добрый 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 день тебе привет привет ребят ну что рассказывай да как 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 настрой что думаешь про своего оппонента юниткона не подкосило ли тебя поражение сильный супер сильный супер хорош нету слабых мест поражение подкосило только в плане того что третий день подряд и на первый ты заряжен на второй ты выкладываешься на максимум а на третье у тебя буквально последние так сказать зачатки сил остатки какие-то и ты сидишь и такое тяжело для так сказать я не каждый день играю по 10 часов мне тяжело такой формат но ты понимаешь да что это последний рвок и что его да 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 я прочитал в посте что там больше месяца уже турнир идет удивился время так ну в скобочках незаметно пролетело потому что вроде ты не играешь не каждый день в начале и не видишь как так сказать начинается по времени есть грусть некоторое что это заканчивается хочется продолжать дальше или нет или грусти нет доволен результатом у всего есть логическое завершение поэтому я безумно уже рад результату два турнира две высокие позиции очень рад да действительно результаты у тебя последнее время просто великолепные и тут интересно что роз тоже мы о нем говорили что роз неплохо залетел этот турнир и тоже хорошую группа к дарос крисовчик ты его выбил выбил вчера 2-0 и попал сегодня к ивановым ну что ж играли вы уже с иваном до верхнюю сетку как думаешь будет ли повторение пиком и баном шаблона ну у меня так сказать бан и остались те же самые я всем сказал что я баню один шаблон поэтому с моей стороны никаких изменений а по пикам по пикам тоже самое у меня есть так сказать шаблоны на которых я показываю хороший винрейт даже против сильных игроков я не боюсь никаких шаблонов один баню на всех шести готов надеюсь получится о борьба скажем так в прошлой игре вот генератор так рассудил что было скучно надеюсь сегодня будет по контент не и сделаем хорошее шоу ну то есть если ты за цвету будешь вынужден строить титанов до в очередной раз то хотелось бы чтобы иван тоже какую за какой-нибудь инферно там отстраивал архидевилов ну хочется что были плюс-минус равные расклады с какой-то стороны не хочется чтобы один просто там собирал ресурсы другой делал все подряд что хочет вот согласен нам тоже этого хочется нам тоже этого хочется и мы надеемся что так оно и будет ну что ж сергей мы готовы да нас мы готовы на самом деле желаем тебе хороших респов конечно же степан как показано красивую игру сегодня я думаю много болельщиков пришло и будет смотреть как ты сегодня выигрываешь всего и побеждаешь красный в итоге иван выбрал ну и поехали поехали друзья лактес друзья для чего нам тут нужен ну уже наверное кто на постоянке смотрит этот турнир все знают что у нас появилась система пиков и банов и здесь это нужно для того чтобы как раз выяснить кто будет первым пикать а кто будет первым банить хуху хуху титану религозы те самые которые на цепи за отправил в рефьюги и крестьянею у ивана крестьяне в этот же момент тоже показались тут что-то вообще столько ты тему религозы ужас и у ивана тоже то спит показался интересно да и крестьян не хватает ну как бы сарова религозы намного сильнее но похоже до 2 ты точнее 37 причем он сейчас еще дизмораль уберет хороший монопул соглашусь но там у селок огня может быть есть какая-то магия правда не знаю что он поможет там еще и феникс имеется ну смотрим друзьям сейчас будем пикать и банить интересно какие заклинания у ребят и вот нам показать не дали армага иван вообще делает что-то делает что-то невероятное спида с крестьянами просмотра хиросхаб вы молодцы отличный турик спасибо швили большущим спасибо за поддержку ребят благодарим ребят ну что нет магии да и один аспит с крестьянами интересно что этим иван хотел сказать как думаешь крестьяне это кто это какая-то интерпретация чего-то да он аспит а не знаю не знаю ну победа за религоз религоз именно выбирает будет он фиолетовым игроком или желтым напомню вам что внизу имеются квадратики которые обозначают как будут делаться пики и баны на фиолетовом будут муки но я баню на тиф маню мт и выбираешь сразу же иван я выбираю до джебу скроз альная полосочка джебу скроз друзья играем стандартные переходим тогда в лобби и начинаем торги пять тысяч шесть шесть тонн шесть пятьсот ооо блин пара как в нашем финале чё за флешбеки шесть шесть шестьсот шесть семьсот шесть девятьсот забирай так я не кра беру шесть девятьсот пятьсот семьсот 900 «тысяча» две тысяча액е на рестарт отдал отдал за тысячу да 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 получается все 5900 на красной фабрике на Генриете стартует Юниткон, а на синем цвете будет у нас Религос на Галтране. Минус 5900. Удачи вам, друзья! Покажите вам красивую, хорошую игру. И через 5 минут я к вам зайду и скажу, когда можно будет начинать после нашей интеграции. Гала-гала! Джебус Кросс. Стандартный наш любимый яр. Это то, где зарождались герои. То, где начался киберспорт героев. То, где соревнуется лучший из лучших. Шаблон, где играет сам Саша Вудуш. Давай смотреть, что эти ребята нам здесь покажут. Серега, вот это сейчас мощно ты выдал, конечно, базу. Мне понравилось. Даже не буду ничего возражать. Все так, под каждым подписываюсь. И действительно, давайте смотреть за этой интереснейшей игрой. Как думаешь? Ну что, обсудим? Торги немножко? Да, как думаешь? Не стоило все-таки за некрой чуть-чуть больше поторговаться? Такой самый, наверное, интересный вопрос. Мне по голосу, я не знаю, обратил ты ли внимание, но насколько мне кажется, я, конечно, не суперпсихолог и слушал там, но по ощущению, религиоз занервничал, прям когда он купил этот кассу. Некро, да? Ой, некр, 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 да, некрополис. То есть ты хочешь сказать, что он переплатил наоборот? Он переплатил, да, да. Один рестарт, я напомню вам, друзья, наролять монеткой здесь не получится. Здесь как будто намного даже лучше играть на фабрике. Потому что ты можешь больше разбежаться. Ну, тут, конечно, с конца. Слушай, ну там вообще на самом деле неплохо, я немножко к вам клинись, там еще и тюрьма видна. Так что пока что ситуация у религиоза достаточно хорошая. Согласен. Просто еще в чем смысл? У фабрики винрейт очень низкий на Джебус Кроссе. Не знаю, есть ли у вас такая статистика. Вот у меня есть, допустим. И она не блещет. Ну и в гранд-финале важной игре все-таки за более надежный замок, наверное, хочется играть. Ну да, некор он в принципе, тем более еще стабилен. То есть меньше дисперсия. А вот как раз-таки за фабрику нужно в определенные условия поймать, чтобы адекватный там выход был. Тем более игроки у нас темповые, игроки у нас суперопытные. И как раз-таки там ранний день выхода очень важен. Да? Ну и не знаю, не знаю. Для религоза, мне кажется, довольно комфортный откат. Естественно, что единственное, не красный город у него получается. Но это как бы минус. Но посмотрим. Посмотрим. Может быть, темпом нивелирует. А Иван, смотрите, куда нападает уже. Да, увидел коробку 2049 Огров по дороге. Вот решил сразу напасть. Ну, как будто бы, если морали не будут, в принципе, он это пробивает. Ну, как раз-таки грыженный стэк тут проблем наделает. Доставит. Ну, на самом деле, сдача-то пустая. Он, наверное, залез, а-ля, ну, пробью, получу автоматомов там или что-то жесткое. Наверное, это поиграем. Если не пробью, тогда буду рестартить. Я думаю, здесь такая логика присутствует. Безусловно. Безусловно. Да, вроде того, но религоз разбежался там в четыре героя. То есть, в принципе, очень слабая разбежка. Не знаю, может ли это плюсануть, но как будто бы может. Есть тюрьма, есть конца. То есть. А к концу размер ты обратил? 24, да. 24 там размера. Приемлемый размерчик. Смотри, как разводит. Идеально вообще играть здесь в UnitCon. Как будто, если сейчас одна удачка или мораль прокнет, то пробьется. Да, она. Хорош. Серега, все по сценарию. Ой. Хорошо. Ну нет, это окей. Это не критичная мораль. Как же им везет. Уогров, да. Уогров, да, конечно. А представь, а представь сейчас реально, ну а что тут? Автоматоны или черви даже? Нет, черви вряд ли. Слушай, ну магия тоже, по-моему, сюда залезает, поэтому... Да, и золото, может быть, и мясо. 42, огра, смотрим. Оттягивает чуть-чуть момент сзади. Генриета, да, вот эти вот полуросаки, которые все бьют, пятнашка. Не то. Ну, сомнительно, но вы еще заметили, наверное, у него нычка справа есть червей, да, то есть... В теории это вообще... Видим, и дороги-то, смотри, неплохие, дороги-то хорошие, раздача как будто very good. Форд есть слева на холме, то есть суперлегкие за инженерами, то есть нычка вон, стапель есть, да. То есть, в принципе, то как будто бы более чем игровая даже. Не, такую сдачу можно поиграть, безусловно, с консоль, с нычками, с золотом стартовым, но не знаю, не знаю даже. Иван рестит, это, наверное, не то, что он хочет просто увидеть однозначно. Не та сдачка. У него есть рестарт, он его берет. Один рестарт остается у религоза, друзья, напомню вам, что здесь только по одному рестарту игроков. Юниткон свой потратил, смотрим теперь за религозом. Так, разбежка. Дороги уже приятные, хотя вот слева непонятно, да, что будет. По деньгам главное, то есть будет смотреть религоз здесь эту раздачу. Дороги, это, конечно, хорошо, но даже с хорошими дорогами, если ты разбегаешься там в 3-4 героя, то это вопрос. Да. Смотрим, смотрим, денежки подбираем. Опа, сундучки на 2000. Броненосцы сверху что-то охраняют. Минимум ресурсы. Маги, да, наверное, не та коробка, которую мы хотели бы увидеть. Ну, теперь мне не очень уже нравятся эти дороги, и правда слева похуже все, чем справа. Но при этом проблемы с деньгами здесь точно не будет, то есть хорошая по экономике стартовая сдача, да, плюс есть уже какой-то гномничок, то есть в целом в целом неплохо там склеп сейчас справа заформить, да, или он уже его заформил, нет, вот как раз таки потихоньку, помаленьку. Спасибо за турнир. Мужчины, комменты всегда на высоте. Имха Яр вырос за турнир как коммент. И за все время был только один плохой тандем. Еще раз спасибо. Успехов студии. Спасибо большое. Теперь даже стало интересно, а что за плохой тандем? Я не понял. Тоже хотел спросить. Спасибо большое, очень приятно за такие приятные слова и поддержку. Да, поддержки от зрителей много, на самом деле. Респект вам, друзья, что поддерживаете на протяжении всего турнира. Мы стараемся, мы делаем, работаем над контентом и надеемся, что вам тоже нравится. И дальше будем делать вместе с вами крутые турниры. Нравится, мы же видим, как ребята ценят, наш труд видят, ценят и вот сообщают нам об этом. Спасибо большое. Ну что, продолжает, продолжает религоз свою свою генерацию разыгрывать. Не факт, что он ее разыграет, но он будет играть еще, да, вот здесь. Нет, да, то есть самые концы, насколько я понял, стартовой. Коробка есть. Есть коробочка. Может быть, за нее зацепится, может быть, будет как раз отыгрывать от этой коробки. Две части некрозборника. На секундочку. Так, а за гарпиами руки, да, если я правильно вижу или что там? Не-не-не. Просто ресурсы охраняет. Блин, ну не знаю вообще, без объектов, но видит тюрьму, кстати, религоз. Может быть, это будет ему таким, знаешь, знаком, что костей много, есть две нычки, есть вон коробка как раз за торгами, в которой могут кости оказаться вообще вполне, вполне себе. И поэтому за счет как раз-таки огромного количества костей он может попытаться. Опять же, разбежка хорошая. Не сказать, что минус 5 900 это огромный минус, но при этом разбежка 8 героев вполне себе. Вот объектов, правда, вообще не видно ни одного. Вопрос, что с этим делать? Ну, я как будто думаю, будет рестатовать. И правда. У Вани там тоже, на самом деле, была пустота, если так сказать. То есть у него были какие-то коробки, у него был цех, минус мораль, но в целом, в общем, какого-то откровенного жира не было. И Сэм заходит сразу. Сэм неприятно, но играбельно, играбельно. Тут разведочка, тут сразу обзорка и циклопы на ГО. Подожди, там ГС, циклопы или мне показалось? ГС, да, ГС. Ну, на самом деле, это лучше, чем не ГС. Давай так, Серег. Давай так, но это плохо. Все равно это плохо. Ну, там у него утоп какая-то есть, то есть есть за что зацепиться в теории. По героям посмотрим. Плюс скорость есть, опять же, тоже не самое плохое, если, допустим, масла не будет, там уточки, восьмая скорость будет равная. И скелетов, кстати, смотрите, сколько сразу. 152 уже. Давай переключимся, посмотрим, что там. Давай, давай. Инткона? Присоединяюсь. Спасибо за турик, молодец. Было целый месяц, что посмотреть вечером. Ждем еще. Спасибо большое. Спасибо. Кристоф. Нам очень приятно, и правда, вечера скоротать. Было с вами, друзья, приятно. Это последний день турнира. Heroes Cup 2 заканчивается. И выясняйте, кто победит здесь. Кто лучший игрок мира по версии Heroes Cup 2. Ой, то есть мы это мир, да, некоторый, получается? М? Ну, мы некоторый мир тогда, получается, по твоей логике. Конечно. Мир героев. Маленький мир, созданный тремя простыми пацанами. Как ты завернул-то в итоге. Серега вообще сегодня про мастер заворачиваний. Зима. Слушай, ну, у Вани виден Gladius, видна у Топа, но вот дороги, я почему его сразу не показывал, потому что он там пока этот блок пробил, пока, то есть на дороге у него был, пока вот он дает разбежку, и как бы сомнительная, сомнительная сдача на первый день еще и не хватает, как будто на фулл разбежку, но есть сундучки, я думаю, зацепится, зацепится здесь. Ну, что-то пустовато все равно, что-то вот не нравится мне эта раздача, как-то выглядит и по дорогам плохо, еще и дорога, ну, то есть мувов тратится, чтобы до перекрестка бежать, ты 700 мувов, тут 600 тратишь просто до перекрестка, опять же, ну, и надо блок бить, вариантов это нет. Ну, это сложно блоком назвать, но дороги здесь, вот действительно, дороги, это самое здесь похоже. Ужасное, что могло бы быть пока что. Ну, и Сэм, но Сэм пришла, вот Сэм не понравилось ему, Сэм можно было еще как-то затерпеть. Ну, смотрим, смотрим дальше, на самом деле, еще разведано не так много, что самое все интересное впереди, думаю. Ну, тут еще и респы у нас получается вытянутые были, да, то есть, поэтому разведки и правда может много здесь Ване дать, но пока что у Вани из полезного я вижу две нычки червей песчаных, да, то есть у него снизу нычка за охраной Василисков и сверху нычка за скелетами, то есть у него как минимум есть какая-то опция в хороший тир юнитов можно выйти, да, вот еще как раз таки мануфактура есть, то есть какой-то старт, я думаю, он здесь найдет для уликов. Мужики, вы посмотрите на этот вот стартовый экран, по нему уже все понятно, два ногобанка, утопия, куча гномятников, это игра в отстроечку, в Т7 и выход на экономики. А в кого? В Куатли или в Дредов пока? А какую нычку найдем, в Ту и будем. Вот он, видишь, уже в Катли пошел. Найдет, найдет, ребята, найдет 100% еще, смотрите, сколько респа, ну не может быть такого. Ну подожди, в Катли, там еще и червяки опять же строятся по этой же системе, поэтому пока что я бы ставил на червей, и там уже в зависимости от того, сколько объектов найдет. Да, да. В Религоз я могу сказать... Или это просто череп чей-то был? Ну посмотрим. Сверху, да, ты имеешься в виду? Да, следим, да. Тюрьма слева, улик справа, это первый день. Что у Религоза это в итоге? Колпак, вот вовремя мы... Колпак Религоза с колодцем! Утопа! И под колодец Утопа, вся эта итераксорная здесь взял конюшни и поехал как раз таки на блок, идеально доезжая здесь до верхнего замка, не придется ему тут тусоваться. Колпак Утопа, ребята! Он неудивил тоже, напомню. Начинается, да? Чувствуйте? Финал начинается. Разгоняться, да? Поехали, да. Все, эта прелюдия чисто была, вот все, пошла игра, друзья мои. Слушай, ну причем охрана это, да, демоны для Некра, для Галтрана, это, можно сказать, вообще фри. Согласен. Фришечка, так называемая. Слушай, ну посмотрим. Так у него две Утопы, я напомню, там одна у него справа была, по центру, но не берется пока что. Про плохой Тандюм ответил в крысу, а в остальном сегодня притопим за Ваню. Надеюсь, он взял антижир, чтобы побрызгать религуза. А вам еще раз спасибо. Спасибо, ребят, спасибо. Так, кого побрызгать надо, что там, что-то я пропустил. Антижир, типа, знаешь, вот это. Ага. Спасибо, друзья, спасибо за поддержку. Так, по поводу Вани, да, что у нас такое? Тут Ваня еще нашел нычку червей, еще одну сверху, и консерватория у него справа за рельефом светилась. Это, кстати, да, это не 5Ол, это какой-то. Это не 5Ол, ну ты понял, о чем. Я вот над сундуком, вот здесь между чертями и сундуком. Ну окей, не 5Ол, так не 5Ол, зато у нас нычка пробивается червей далее, пробивается, я думаю, она легко, он здесь классически, да, берет двоечки, единички, без потерь, случается. Да, у Религоста здесь уже есть логистика на Галтране, как будто он сейчас будет мечик отбивает и колечко у него еще плюс КП есть. Тарт бодрый. Ну и тут подулики сразу у него там вот справа улезть и заметить, вот там снизу есть еще один. Плюс С. Пошло, пошло, не к Рене. К сапогам он еще потихоньку продвигается. Ну тут похоже, похоже то, что будет забираться все, да, через Утопии. Выходить через Эклопов наверное совсем неохота, учитывая, что у нас колпака, это уже воздушный контроль и он скипнул кстати воздух, но я думаю это не нужно, нам лучше землю поймать. Будет ли он идти в отстройку? Да скорее всего должен, 180 скелетов на 1-1-2. Супер выглядит на самом деле. Да, Релегоста? В отстройку Релегоста думаешь пойдет? В отстройку имеется ввиду Гэма, Гэма. То есть тут же вариация, что можем ну не знаю скипнуть отстройку через призывы какие-то сыграть, да? Я вот знаете что, у Релегоста все вроде хорошо, единственное, что как будто артефактов у него вот именно на статы ну не так много. Я вот лично ничего не успел заметить такого, вот под колпак например, какую-то там шапку или СПшку. Ну что-то, что-то, вот прям бедно по этому. Ну может быть какая-нибудь тюрьма будет, то есть это тоже такой бустик может быть, да. Что вот как раз такие тюремка, там какой-нибудь маг десятый, да, там с интеллектом. Три улика, кстати, находит там религоз на том пятачке, но я думаю уже покажу, так сказать, на передаче хода. Круто, круто, что с нами режиссер сегодня в прямом эфире и говорит именно то, о чем. То, что мы не видим, довольно удобно получается. Прямо с местности, с мытью, две нычки находят здесь полуросликов, будет наращивать свой стэк, кстати, еще конца имеется, смотрите-ка, не так все плохо. Нычка червей, да, тут фабрика. За кредитом поехал уже. Ой-ой-ой-ой. Там по ульям-то, да, у религоза. По ульям пошли, прошлись, с религозом, четыре улика больше. Здесь как будто не вот нелинейная сдача, все так разбросано, будет тяжело, будет все равно тяжело Степану здесь все собрать и в темп как-то сыграть. Будет многое зависит от того, какие утопии, будут, скорее всего. Да, наверное, наверное, наверное. Ну, от размеров у ликов будет много чего зависеть. Я на самом деле знаю, под нелинейностью ты что имеешь в виду? Непонятно, с чего начать сейчас, что ли? Да. Цех он чекнул, он большой, тройка-четверка. Можем ли мы в него лезть? Непонятно. То есть, такая ситуация, ну, 190 костей, офенса нет. Ну, если максималка, то можем там и умереть. Мне почему-то кажется, что он сейчас начнет скелетов разменивать в уликах, ты как думаешь, Палыч? Слушай, ну да, там как раз-таки просто очень легкие охраны под дуге. Удобно так состоят. Там Гоша, да, еще стоит, то есть, как будто бы фаст в улике. Ну, либо сейчас просто разобьет Гошу, пробьет демонов с грейдом, опять же, и уже после колпака, там, не знаю, начнет что-то придумывать. Ну, просто колпак ему это ничего не дает. Да, да. Там еще и щиточек нашелся от ОТД, то есть, два из четырех, да, еще один нулей там в том моменте тоже светанулся. Подсмотри, у Юнт Кон не засветит Гоша? Давай, да я думаю, засветит сто процентов, просто вот он хочет оптимально здесь проехать, чтобы, я так понимаю, еще вернуть. Не будет, не, не будет. Кстати, хорошо, лучников пробил, мало потерял. А там удача, как раз, когда Кирилл переключал, там удача. Червей, да, да, да. Не, нет, у этих полуросликов удача просто сработал, поэтому выбило сразу полстека. Скажите, Сэм качается, причем на маленьких сундуках, с воздухом она. Ну, она с Афенсиком, да, тут. Тяжелый, чемпионов, но он под Гладиус, видишь, Афенс под Гладиус, все это дело, как бы, и черви есть, он консерватория засветил. Еще одна ночка с червей. Слушай, это ребра за котами, ребра за котами, точно. Ну, а УТД собирается же там у Реллигоса. Да, УТД там у Реллигоса два из четырех. То есть, Иван пойдет собирать АУТД, заберет Реллигоса, заберет с ним артефакт и соберет АУТД, получается. И на битву Берсерков 2 этот АУТД перенесет. История, ребят, достойная финала. Это интересный концепт. Перенос артефактов с предыдущей игры. Представляешь? Стартовый бонус сразу выпадает. Ага, Альянс. Делаем. Ну, а что, а представьте, было бы реально такое, ты мог бы перенести либо героя, либо артефакт какой-нибудь, но опять же, там доступный, типа Альянс, там нельзя переносить. И что-нибудь еще. Или какую-то армию. Вот помните, как в компаниях, когда компанию начинаешь, ты можешь бонус стартовый выбрать. И вот так же подобное в играх, в турнирах. Концепция, конечно, интересная. Но, да. Без чека полез. Она бы внесла, мне кажется, некоторую изюминку в игры, но это совсем бы другие герои, конечно, были. Иван полез без чека в... Это льгоц. Степан. Ой, Степан, Степан, извините. Да, без чека. Он хотел как-то чекнуть, причем у него была возможность Тива это сделать, то есть у него Тива доходила на чек. А зачем? Вот вы мне объясните, а зачем? Когда у тебя 200 костей на статах 5, 3, 16, ну ты выбьешь. Зачем тебе чекать? Да, да, да. Тут смысла в чеке нет. Ты берешь максималку уже всегда. Согласен. Я про это... Это еще и плюс КП есть, да? Не знаю, отметил ты, Серега. Да, да, да. Немножко просто. Да, да, да. Да, это отличная ситуация. То есть он тем более выбивает, даже если не выбивает, то есть он без проблем берет, у него есть манна на щит. Еще и разводится, все так отлично на единичку. Он сейчас свой ТАС может... Ну, как СВИТА, точнее, с вот этого развода, да. Да, суперкруто, 15 костей, все. Отлично. Ну и поехали. Поехали в улики. Улики, сапожки. Я думаю, на сапогах он сегодня... А, он не успевает эти забрать, но... Тогда можно каким-нибудь другим попробовать, той же Тивой, а Галтрана поставить либо под разбивку и уже взятие Колпака. Слушайте, только вот вообще суперранний выход, может быть. Вот сюда бы Мастатов, да, какую-нибудь шапочку, и можно было прям вот ТОПу сразу, правда. Супербыстро. Макс... Вот вам и Некор. Вот вам и Некор. Да. А представьте на Геонаге какие-нибудь, и вот какой ультратемп бы получился. Он бы выходил на пятый день уже. Ну, легендарный Некор от Религоза. Многие говорили, что он на нем очень хорош и получает всегда сдачу выше среднего. Тут так и получилось. Вот как бы замок, на котором просто вот дает, дает игроку. Что поделать? Маленький уль. А ничего с этим не поделать. Будет костей экономить, нет? Слушай, ну и сыграл он здесь. Просто на гигантах. Ну, имеет право, на самом деле, так сделать. Эксперт деф статы есть, что-то вообще без проблем. Все. Без потерь скелетов, то есть он грамотно собрал с двух замков костей, все это делал подгрейдил, Гоша еще подкачался, ну и все, цех тут подготовлено, забрался. А все, Гоша едет на дороге и на ГО, что ли? А ребята будут собирать респ? Слишком, да, да, да. Ну, а просто, ну, метят на коробке, о чем это еще может говорить? Слушай, ну я даже, даже, даже думал под цех тут, ой, под цех, я говорю, под погост. Не знаю, просто вопрос там, что он хочет, у него все-таки там еще сверху цех. Какой армии он планирует выходить? У него, напомню, есть тераксор, который в верхнем замке сидит. Так что, может быть, его с тактикой, да, то есть кольцо плюс скорость. Вот тут вопрос, как он будет отыгрывать в формате именно темпа, или все-таки захочет через утопы здесь сыграть, что посчитает выгодным? Ну, тут может быть, знаете, какая логика? У него очень много объектов, на самом деле, вот сейчас он водил по респу, и, может, он просто решит выходить вот так грубой силой на мясе, без всяких, знаете, вот контры под циклопов, там, тактика, еще что-то. Тем более у Галтрана есть доспехи. Здесь надо, чтобы выйти так, скорее всего, найти себе какие-то две плюс морали, потому что, если он будет брать скелетов, у них, конечно, в первом раунде постреляют, но мы в нужный момент на Галтрана можем просто не походить юнитами. Это будет для нас проблема. Нет, скелетов брать не нужно будет. А что тогда мы будем? Ну, циклоповутки, гиганты. Клоповутки, гиганты. А, циклоповутки, клоповутки. Да-да-да. У него две или три зефирки еще просто. М-м-м. Не, ну, если настолько много их тут, то тогда... У него получается четыре улика. Это минимум то, что мы видели. Окей. Минус две удачи есть рядом с тюрьмой, которые будут, скорее всего, забираться. Это, опять же, плюс в копилку, да, вот того плана. Вот еще один улетят, и получается уже. Как будто можно грубо сыграть. Ну, посмотрим. Без изяществ. Ну, как будто бы это тоже, я думаю, он будет отходить от ситуации от оппонента, если вдруг это какой-то информация в плане того, что будет ли показывать что-то таверное или нет. Угу. То есть... Посмотрим. Да. Посмотрим. Выбьет? Выбьет. Выбьет, выбьет. Куда денется? Полурослик. Да ладно. Да. Один КП, а науке! Получай воздушка, воючая. Седан на одном. Один полурослик, одно ХП, одна выигранная игра. Возможно, будет для Юниткона. Смотрим, друзья. Нычка, нычка, котли. Нычка. Вот он, котли. Вот он. Наконец-таки нашел. И вторые ребра. Ну, с мораль, мораль. Смотри-ка. Два цеха. Ох. Хорошо. Го надо смотреть. Очень нужно. И еще один большой цех. И вот мы видим Го легчайшее, зато Го у Ивана. В отличие от циклопов. Кстати, да. Ну, не сказать, что он прям суперлегчайший, но под маслом. Если не будет, тем более гайстек вообще супер изи расстреливает. С теми же червями убивается. Седьмой день он тоже себе может оформить. А у Реликоса, между делом, делом максималка. То есть он просто большая. Максималка. То есть он в два объекта прыгает галтраном. И там два больших. Семь гигантов. Да, семь гигантов. Отлично. Эти семь гигантов сейчас просто рез порвут, заберут плюс скорость. Ну и все. Там вообще никаких проблем даже не будет. Гигантский скилл демонстрируют нам сегодня игроки. Прочитал, 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 получается, да? Ситуацию минус. Что здесь большие объекты, а что еще там можно? Не знаю. Умом. Умом прочитал. Тридцать четыре минус. Ну обычно ты едешь такой и получаешь единичку. А приехал мейном и такой, ну, и зачем? Слушайте, тридцать четыре. Он потерял, извините, Серега, перебиваю. Тридцать четыре потерял с тремя гигантами уже, более подкачанным. Это минус-мораль сработало и из-за этого неудачно. Там был лучше развел, развел бы просто лучше. Пришлось поставить по два удара. Ну ладно. Просто, ну вы поняли, да, к чему, если бы первый оказался максимальный? Брал бы. Брал бы. Ну там, это расточек был еще, так что, конечно. Брал бы просто, сколько потерь, было бы вот в чем вопрос. Слушай, ну эти потери в таком формате уже для него не критичны. Еще то, что у него два цеха, которые он берет галтраном, да, еще успевает после этого разбиться. Они большие, оба оказываются. То есть он в любом порядке их брал, поэтому... Тут вопрос, на что он сейвит костей, если под утопию, то, возможно, это имеет смысл, да. Если он вообще в итоге их сейчас в улике разменяет, то... Что, кстати, думаю, я Степа не сделает, он не будет их просто так разменивать. Уже не будет, да, уже не будет, конечно. Там есть... А Косте че? Да, действительно, их надо подсейвить для чего-нибудь, да. То есть либо под утопу оставят, либо под какую-то пробивку. Вот. Потому что сейчас ситуация такая, что у него очень много стеков будет. И очень большая дизмораль, если брать еще скелетов в эту всю армию. Мне кажется, он не будет в итоге скелетов будет скидывать. Ну или отдаст где-то. Так, боевочка, да. Когда дальше-то поехал религоз, давай глянем. Тут просто как будто все понятно, а у религоза... Ну вот Ваня интереснее, религоз пока что ничего не делает в этот момент. Он просто там перекидывает армию, как-то здесь что-то будет, я обязательно включу. А вот Ваня как раз-таки пошел на боевку, плюс у него разведка здесь. Окей. С сапожками в мейн разогнал Гошана, в общем, если в двух словах. Мне просто хочется узнать, куда именно уехал герой. Ой, не герой, а армия, армия. Да, да, сейчас покажу, если что. Ну, если там ничего не происходит, то ладно. Так, ну что, пробитие, пробитие это у нас нычки, да? Нычка бьется. Там еще что-то, там еще что-то. Это там еще. Плюс скорость уже. Ну все, пошел фарм, пошел дымок. Ресурсы там у религоза. Ой, у юниткона. Да. Там мы уже второй раз путаем. Тишина, игроки действительно сильные, как бы тут, извини меня. Последнее время только с ними игры у нас происходят. Юниткон рост, да, религоз, там, роз. Юниткон. Да, так что. Тут цех еще один находит. Смотрите, вон, трубак. Да ну! Две скорости в темноте. То есть он просто поехал за цехом, да? Нарисовал себе плюс две скорости, ну, круто. Как же это приятно для религоза и всех его поклонников. Просто что-то невероятное. Да? Жесть. Не, это жестко, друзья. Это, конечно, переворачивать здесь игру, и мы, возможно, увидим здесь выход темповый. Уже проблем не должно быть. Тихо, 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 Серега. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Маятник качнулся в другую сторону. Можно сейчас, в принципе, да, закрыться, перезакрыться, вот, да, что он делает. Ну, это так неприятно. Удача, друзья. Да, в решающей игре просто моралится, серви моралится. Удачи нужно. Надо с удачей. Давай, не делает. Ну, все равно выбьет, кстати, смотри-ка, бьет-то много. Но сейчас у него проблемки будут, вот, типа, да. Ему и мораль нельзя здесь никак ловить. Да ё-моё, не работает. А была мораль же. Уже второй не будет. Спасибо за рейд, друзья. Присаживайтесь, здесь финал, финал. Heroes Cup. UnitCon против Реликоса. Это первая, первая партия. И вот сейчас... А, ну он выбьет. Пошло мясо, да? Да. Ну, это жесть. Слушай, ну, в такой боёвке, да? Ну, потери, я просто думаю, для Ивана здесь критичны или нет. То есть у него уже 9 червей, если расстроить. Ну, то есть у него уже будет 9 червяков с 9 червяками. Серёга сказал критичны. Это 60% нашей армии. Да, 100%. Ладно, Серёга сказал критичны. Я хотел сказать, что не критичны, но завалю, завалю. Критичны, ребят, потери. Конечно, потому что, ну, насколько всё-таки полуросыки сильные, насколько они дэмэджи много вносят в боёвки, это неприятно. Вот, с другой 5 нычек. Смотри, у нас червя, червя сейчас пойдёт. Да, я про это и говорю, что он сейчас просто, он заберёт ещё вон ранчо, и сранчо как раз-таки заберёт там третью нычку, отстройку сделает, четвёртую нычку, 15 червей, всё это дело грейдится, и вот тебе 15 червей, поехали просто объект собирать, тем более Сэмс Эксперт Офенсом. Что-что? Сранчо, да. Ну, в смысле, отстройка сранчо, да, у нас пойдёт. Ну, слушай, звучит очень хорошо. С этим строением заберёт нычку, да, если. Звучит очень хорошо, прекрасно звучит. Так что я вот как раз-таки наоборот скажу, что это не критичный для Ивана здесь ситуация. Да, неприятное, да, он теряет этот стрелковый стэк, да, он теряет эти единички, но в целом, в общем, о геймплей здесь не меняется, забрать нычки червей, и в дальнейшем уже с ними придумать ту же концу, или тот же цех, там, в зависимости от того, куда он пойдёт, какой Вектор, так сказать, выберет. Ну, вот я с Палычем здесь соглашусь больше. Хотя с Серёгой я тоже, естественно, согласен. Отчасти. Ну, много не разведывалось ещё Иван, вот что мне интересно. Вот слева, вот слева сверху, вот на севере у него прям большой кусок. Хотелось бы открыть тюрьму за котами, да, вот пошерстить вот с той стороны тоже две скорости какие-нибудь найти, что-нибудь в этом духе, к концу две, например. Да. Как-то вот знаешь, чтобы в тени он поехал и нашёл там то, что ему нужно, да? Чтобы равненько было. Ты сейчас как будто сценаристу говоришь. Подрисуйте там что-нибудь у Винтко у нас справа. Пока, конечно, сильнее у Реликоса. Одновременные ходы, друзья, завершены. 1-1-5. Смотрим теперь по очереди каждого игрока. И начинаем с Реликоса. Поехали. Не бьёт он эту коробку. Проезжает мимо. И правда, а без полуросликов он бы, кстати, пробил, я думаю, этих крестоносцев. 20-49 там. Да-да-да, так и Гринхелл тоже об этом написал, что он согласен с тобой, что это критично, потому что не отбивается минус мораль. И коробка. А там могут быть, кстати, в этой коробке полурослики. И это нас бы очень сильно, да, сильно нам бы помогло. Не сказать бы, что мы уже бы пережали оппонента по темпу или что-то подобное. Нет. Понятно, что здесь дача хуже у Реликоса. У Реликоса, у Юниткона. Да что ж мы шпутаем так сегодня, всё. Да нормально, нормально. Реликоса, знаешь, махнуть, вебки взять и махнуть отыгровку респов, да, поменять местами. И вот, чтобы зрители не догадывались, то есть, кто где кто. А потом обратно, один ход мы их так слапаем, другой ход так слапаем. И зрители такие, блин, да кто же это играет? И вот как угадаешь, да? Я думаю, в данном... Все говорят такие, да, он читер. А потом оказывается, что это другой игрок играл. Обманочка такая. Мне, знаете, что напомнило, помните, вот эту игру кручу-верчу, и там шарик надо найти. И вот у нас что-то подобное, только со стримами. Со стримами, с играми, ребята. Фан-шоу формат, может быть, когда-нибудь такой и организуем. Довольно, может, интересно выглядеть. Ну, да, моральки что-то присутствуют. Я жду тургир с закрытыми глазами, когда уже такое организуют. Закрытыми глазами ждешь. Ждешь с закрытыми глазами, да, просто? Делаем, да. Работаем. Профессионалы по чуйке просто в темноту едут, и находят, и пробиваются. То есть, по чуйке пробивают, и по чуйке цепи доставляют, да? Да, по чуйке. Так и будет называться турнир, да, по чуйке. На глазок. Не, я жду, знаете, какой турнир в реальной жизни? Турнир по героям. Балдеж. Ну, мы тоже ждем. Лановский, да? Не, чтобы там на конях все были, знаешь, там червяки были. Пробивать. Это Дюна, что ли? Ну, типа того. Слушайте, а Сэм-то у нас в итоге здесь почему не разбивалась, почему там коробки были вопросы, да, не бралась именно Сэмкой. Но вот как раз-таки под нычку, чтобы Васьков пробить свиток, получить. Какой-нибудь резурект у нас условный здесь бустит или нет? Слушай, здесь все, наверное, будет пятого уровня. Пятый, да. Все-таки. Мне даже кажется, все-таки пятый, но, блин. Ждем взрывантус. Взрывантус. Кирилл, добавь юнткону. А, да, я. Сиксов. Негрейшинг. Так, так, я что-то это... Серега следит за плашкой. Плашка, да, плашка у нас, конечно, крута, ребят. Не спеша плейном ее сделал, за что мы ему безумно благодарны. Да, он сам, кстати, иногда героев подстремливает, так что тоже к нему заходите. Да, вообще, на самом деле, можно... Ну, все раз в середине турнира все подошли, да, я думаю, кто хотел. Хотя, думаю, еще и дальше будет походить. Можно сказать огромное спасибо всем, кто работал над этим турниром. Еще он не завершился, да, мы еще, конечно, скажем, но... Работаем. Большая команда, большая команда в этот раз собралась, и мы постарались, постарались для вас сделать круто. Да, и с каждым днем. Информации новые, плашечка новая, работали над чатом, работали над подачами, комментаторы новые у нас появились. Ну, я думаю, мы еще поговорим, да, об этом, там, финальные слова будем говорить. Всех вспомним, всех упомянем. Но, да, подписываюсь, конечно, под Серегой. Ну, в целом, правда, да, и штат расширяется, и стараемся над контентом работать, и скоро вас ждет, скорее всего, возможно, что-то еще новенькое. То есть, постараемся, ребят, постараемся. Пока что план, наверное, да, наш один-единственный, это Heroes Hub 3 и Битву Берсерк. То есть, из ближайшего. Наш план радовать вас контентом, радовать вас турниром. Да. Это Ми, турниром Ми. Вот, поэтому мы будем стремиться максимально к его осуществлению. Ну что, пробился, Свиток не чекает пока, к сожалению. Ну, видимо, потому что здесь по мувам у него. Слушай, ну, я думаю, я думаю, просто он сейчас хочет разбить, как раз-таки пополнить ману, и, возможно, с грейдом червей либо гладиус забрать, либо, ну, блин, на ГО ехать как будто слишком опрометчиво, да? Ну, грейд червей и гладиус забрать. Там еще вот два цеха светятся. Они вроде забирают. Слушай, как будто темп будет. Тем более с червяками грейженами, да, с гигантами под хостой можно это ГО тоже пробить. Не скажу, что с особыми проблемами. Да, мы не отбили минус мораль, но это ГО у нас не мораль. Согласен. Так что как будто бы он, ой, Ваня тут тоже может темпонуть, да? Может, да. Вот сейчас он как раз-таки размышляет над тем, как это все организовать. Видно, что он перемещается по карте, считает, просчитывает все ходы и выходы. И мне кажется, вот на этом стадии как раз-таки принимает все-таки финальное решение, как здесь сыграть и когда выходить. Что нравится золото? Вот как раз-таки в этой части он, наверное, тоже хочет поразведать. Ну и конца, конца у него не чекнуто, будет это делаться завтра. Да, там и герой хороший, и вора с офенсиком. То есть, я думаю, там по гостик плюс про охрану, да, и он в принципе... Прямо сразу и возьмет. Да-да-да. То есть, неплохо как раз-таки. Я вот что-то по нычкам... Все же нычки были взяты. То есть, сверху у нас три, да, и вот одна, четыре. А пятая где-то вот мы еще отмечали, что тут есть пятая, но я, к сожалению... Пятую нычку, ну да, по-моему, это пять было, или все-таки четыре? Четыре-четыре, мне кажется, и пятую мы 15 червей считали именно со стройкой. То есть, такой формат был, все-таки. Свиток, огнещит. Четвертый. Четвертый все-таки. Блин, ну резерексик был бы, конечно, хорош, но... Он уже грейданул, уже их я вот этого не видел. Крут. Ну и с этими, кстати, грейд... Червями можно в цехали, спокойно, 12 штук. Я думаю, на фэнсе, на Сэм нужно справляться. Слушай, Сэм нет, мне кажется, Сэм тут уже под ГО поедет. Я не думаю, что он именно Сэм будет пробовать с Хайти забирать. Вопрос, кто будет их забирать, если не Сэм? Я думаю, я бы больше вот в эту сторону здесь размышлял. Там у него тюрьмы снизу есть. Либо сначала начнется консерватория. То есть, такой тоже вариант. Чекнет завтра к концу, если она небольшая, там, условно, двойка, да, то сразу заберет ее, и там уже по цехам. На самом деле, делать-то не так много чего осталось. Два цеха, конца и гладиус. Да, мне вот тюрьмы нравятся. Мне нравятся идеи с тюрьмами. И я надеюсь, Ивану они тоже. Тем более, у него снизу две тюрьмы, сверху еще тюрьма. Хотелось бы, чтобы они все открылись. Ну и, конечно, про экономику Иван не забывает. Целится на гномник. Тут три тюрьмы даже, да? Или два? В глаз одна попала. Ну, интересно задумывается он все-таки над отстройкой, с захватом Катли, да, и отстройкой их. Все-таки есть деньги. Не знаю, придумает ли он здесь выход 117. Если придумает, то каким образом. И с какой армией он туда выйдет, это тоже очень важно. С червями-то много в центре не наделешь. Особенно с 14 штуками, да, там с 15. Ну да, армия у него, конечно, не ультимативная, но главное выйти в центр, а там зацепиться за город и зацепиться за какие-то объекты, да, на стартовые, начальные. Все может получиться. Главное действовать. Ну, пока что да, тут не скажешь, что. Катается он как по маслу. Тяжело идет все-таки. Еще полуросликов убили, сотка у нас была. Сотка была, даже больше было сотки. Что осталось, крошки? Да, это печально, конечно. Вот этот стек, он и в гигантицах бы помогал, да, в цехах. На ГО бы он бы помог. Если их грейдануть, они вообще начинают игнорировать защиту. Не всю, конечно, но какой-то процент. Опа, и тут коробка, кстати, есть. Есть, кстати, смотри-ка, вот эта вот лаборатория чернокнижника, которой, если что, в теории можно поменять ресурсы. И кристаллов у нас будет много. Если мы будем строить ГС Катлей. Ты все-таки уверен, да? Все в отстройку, да? Да, я тоже сейчас хочу сказать, что Серега здесь все в отстройку, но с такой Сэм, с Гладиусом, как будто, ну, это просто супер медленно. То есть тут, допустим, если было бы две тренички, то, возможно, это смотрелось бы окей, а здесь вроде у тебя есть сила пробивная ГО и как бы... Да, медленно, но я вам опять же говорю про армию. Армия — проблема. Армия, если он выйдет с маленькой армии в центр, он просто ничего не доберет. Какие будут цеха, какие будут консерватория, да? Вот это вот так, в этом же проблема. Он просто понимаешь, что он против Некро играет. И он увидит темповую Некро, да, здесь. Это тоже важно понимать. Я не знаю, видит ли он сейчас ситуацию. И типа в отстройку может быть слишком медленно играть, понимаешь? И опасно, опасно. Нет, ну, знаешь, пока что, если вот так рассматривать все-таки ситуацию, то пока Ваня, он как бы, знаешь, он темпует, но об отстройке не забывает. То есть на бога надейся, но сам не плашает, да? То есть если все-таки армии будет мало, то, возможно, он пересмотрит свой взгляд, сделает итоговую отстройку. Поэтому этого тоже нельзя отменять. Да, да. Я бы ставил, что он ставит на хороший объект, на более-менее темповый выход там. Смотри, как он отыгрывает. Он забирает все усилки. Он подставил единичку даже, чтобы Никс вдруг сморалится. Вбился бы в нее. Ну, пока все идеально. Я не знаю, смотрю игру Релли Госса, ноль ошибок. Ничего вроде не делает такого критического. Все как надо. И пошел бить колпак. Сюда его. Жесть. Гуд, гуд. Отличная отыгровка. Морали играет, все добирает. Скорость просто бешеная. Кликает быстро. 20 минут таймера. Тут и везет, как бы, и везение это, знаешь, отыгрывается. То есть нет такого, что ему везет, а он там ошибку на ошибку на ноги себе наступает. Потому что было куча таких примеров, знаешь, когда там жир, да, ты просто бежишь, сломя голову, и, соответственно, лишние потери каждый раз. Оп. Как же легко это делается, да. Да, дезморали, конечно, уже второй раз подушивают. Один раз в цеху, да. Там потеряли 40 скелетов. Но тут, кстати, не критично. А вот цеху, конечно, неприятно получилось. Вообще не критично, это не то слово. Если есть еще что-то более... Более... Подходящее, да? Подожди. Слово. Да. Так, ну и ДД использует по назначению. За контроль на 1.1.5, ребята, контроль. С плюс-3 скоростью, с 8 гигантами. Как тебе вообще, Серега? Чего он вытворяет? Ой, он забыл! Вот она, перехвалили. Перехваление великое от комментаторов. И сразу игрок ошибается. Ой, ну ладно. Да, ошибка, которая стоит ему, ну, наверное, одного героя, так или иначе, да. То есть если бабка никуда не успеет. Этот герой мог чуть дальше успеть, куда-нибудь дальше пробежать. В итоге-то что? Под на коробочку и на выход? Как думаете, нам надо, может, еще похвалить религиоза, ну, чтобы уравнять раздачу? Или достаточно пока что? Пока достаточно. Десят, кстати, скелетов, смотри-ка. И делаем неплохо пробил. Топ. Делаем. Нет, топово-топово. На самом деле, то, что у него скелетов много, это очень хорошо. Я вот не знаю, у него больше нет ни одного некрада. То есть жалко, что, конечно, еще не подниклить стек, не увеличить. Но на ГО и те же под центр, под утопы, под статы, они неплохо будут смотреться. Трой меч. Тактика. Да тактика, ребята. Тактик. Тактик. Докачать бы на мое. Продвинуть, продвинуть. Он докачает на демонах, нет? Ну, там еще, смотри, этот. Там еще... А он не думает об этом, смотрите. Может быть. Ну, слушай, с плюс 3 скорости. А, интеллект, то, что не сможет сразу докачать. Ну, я и говорю, там не надо. В принципе, basic тактики там уже достаточно с головой хватает. То есть плюс 3 скорости имеется в виду, да. Ну, с базовой он не добежит. А с продвинутой он добежит. Утки, утки тоже не летят, да. Получается, ему с коробкой не повезло. Если 5 опыта бы дали у меня скелетов, было бы комфортнее. Не повезло Лор или ГОСу. Это, конечно... Ну, да, мы его на счет что-то перехвалили. И пошло какая-то череда невезений. Ну, под это сценарий-то немножко нужно править в моменте. Ну, и улики, друзья. Улики, заставы, улики, заставы, улики, заставы. Поехали, добираем. Блин. Сейчас еще в темноту. А в темноте что? Контент. Понятная идея. Чего только там в этой темноте нет. Не, а что? А вот религоз едет в темноту. А может, просто другие игроки, им типа достаточно вот того, что они видят. А они такие, я все, вот это доберу и выйду. А вот религоз, он говорит, мне недостаточно, я еду в темноту и добираю. Просто остальные так не делают. Вот и раскрылся секрет. Вот и думай головой, да? Конечно. Получается, наверное, религоз темноты просто не боится, другие все темноты боятся. Получается так. У-у-у, еще скинет и игрок. О-о-о, шахтерчик. Так может, шахтер из темноты вылез? Мне точно плевать на это все из данжена. Так, дожди, а что, шахты-то лучше будет, по-моему, нет? На ГО? Ну, да, с такой армией. Ну, в теории, да. Если будут большие ульи, то да, точно. Если маленькие, то, скорее всего, будет лучше все-таки Галтрам. А тут, видите, он выехал... Чуть того, что плюс скорость на скелетах. Разбивки тут нет. Шахти не дотянется до ГО. Ну, да. Уже точно. Ну, и плюс тут герой нужен как раз-таки, чтобы до вот этого ульи вытащить. Так что шахтер здесь как раз-таки далеко не лишний. Ну, я немножечко, ребят, начинаю чувствовать финальную вот эту вот финальную-финальную. Да, накал именно. И выход будет уже, ребят, на следующий день. Просто этих одноглазых ребят будет избивать вот этот вот молодой человек, который второй раз в финале, и он будет выходить в центр. И он не едет в темноту. А почему? Да, потому что не хочет, чтобы как-то по деньгам, да, дороже вышло. Серега, Полычий Яр, спасибо вам за турик. Спасибо вам за то, что вы делаете. Спасибо всей команде Ха-Ха. Ха-Ха. Спасибо. Ха-ха. В конце ха-ха. Спасибо, Айдар. Спасибо большое за поддержку. Спасибо. Да, это вам, ребят, правда, спасибо большое, потому что вы смотрите, вам интересно. Вы даете нам вектор правильный в то, что делать, как делать. И опять же, мы от вас много отталкиваемся, очень много крутых предложений, много от вас вопросов, много поддержки. Как раз таки огромную часть, огромный пласт проделанной работы вы тоже берете на себя, если так уж сказать. Да, конечно, делаем все мы, но вот смотрите, как раз таки поддерживаете. Конечно, это так и работает. Это, я думаю, все понимают, что так оно и работает. Иначе, если бы мы просто делали то, что нам хочется, то, что нам интересно, наверняка бы это смотрело намного меньше людей, меньшему количеству было бы это интересно. Ну что, пошел вовсю, да, к использованию контроля. Нашел Джиллара, еще повезло ему 30-манового героя найти. Можно сейчас крутой ДД за счет него будет сделать. Ну, не сейчас, на следующий ход, я так понимаю, он подставил его. И вытащить еще верхний улья, в итоге завтра будет два улья в доборе. А улья вот этот вот, который внизу был около дороги, он какого размера? Вы заметили, что он так быстро его взял? Мелкий, по-моему. Мелкий. То есть у него три мини-улья, да? Два мини точно. Вот этот, интересно, был предмини или минималка? Если что, у него пока, если три минималки, 12 уток. Не так уж и все круто. Намекаясь, что будет проблемки, да, на ГО? Ну, у нас два улья осталось, если у нас 12 уток. А, 45-й, говорят. Ну, получается тогда 14 уток у нас, да? Ну, смотрим. Могут быть проблемы, учитывая, что он на Галтране будет бить, учитывая, что он будет брать скелетов с собой. Будут ли минус морали на ГО? От этого зависит, сколько потеряет уток. Сколько потеряет уток. А, там первый был шестерка, да? Потому что 5 уток. Завтра это узнаем. Завтра это узнаем. Переключаемся на Ивана. Находится золотая у золота. За не самые лучшие охраны, за паучками. Слушай, я вот пока воспользуюсь возможностью, да, скажу еще, что, ребята, у нас сегодня также разыграются промокоды от Лиги Ставок на 500 рублей. Поэтому участвуйте. Причем много будет очень промокодов сегодня. Какое-то безумное количество. Ну, минимум 7. Можно писать уже? Можно, да. Можно писать Лига. Да, да, да. Я еще там в начале как раз... Пишем Лига в чат, ребят. Минимум 7 промокодов будет для вас разыграно. Фрибетами на Лиге Ставок. Ну, и давайте тогда, ребят, расскажем про Лигу Ставок немножко. Лига Ставок – это наш спонсор этого турнира. Им огромное спасибо. Они занесли 300 тысяч рублей в этот призовой фонд. Также Евгений FeelsLikeYou занес 140 тысяч рублей. И вот, наверное, Кирилл нам подскажет, кто остальных наших два героя, которые добавили в призовой фонд остальные 40 тысяч рублей, да. Спасибо огромное им за поддержку. Лига Ставок – это букмекерская контора. Можно делать ставки на спорт, на киберспорт, футбол, волейбол, теннис, баскетбол, на все виды спорта. Дота, КС, Валорант, ну и все, конечно же, игры, которые есть, где проходят турниры, там тоже имеются ставки. Вот. По нашей ссылочке вы можете в описании найти баннерочек стрима. По нашей ссылке можно зарегистрироваться и получить до 22 222 рубля фрибетами. Делайте ставки на Лиге Ставок. Удачи вам в ваших ставках. Ну и делайте ставки, конечно, с умом. Ну и все. Да, и вот розыгрыш. И розыгрыш, наверное, Кирилл расскажешь. Да-да-да, и буквально скажу о двух еще ребят, которые пополнили призовой фонд на 40 тысяч. Это мой зердрю, да, ник у него. И урк. Два человека, которые докинули еще 40 тысяч. Так, ну и про розыгрыш, да, который как раз-таки вы вот, если зарегистрируетесь, да, чтобы получить там фрибеты, можете перейти в телеграм-канал или сейчас искать знак розыгрыш и попытаться, да, выиграть денежный приз. Там 8 тысяч за первое место, там потом 4 тысячи за второе, две тысячи за третье, ну и по 500 рублей от четвертого до седьмого. Соответственно, так же худи, так же футболка, так же брелок и самое крутое, ребята, запахи от Heroes Hub. Там первые места будут Castle, да, то есть Castle там очень приятный запах, который можно использовать в повседневной жизни, там вдруг на работу или вроде того. То есть крутой парфюм, переходите, выполняйте условия, регистрируйтесь, там всего 60 человек, призовых мест 10, поэтому шансы у вас огромные, но мы переходим дальше к игре. Бьется он здесь городской портал, да. И вот многие спрашивают, да, что же делает Степан, как же он смотрит карту, как он скроллит, но Степан, ребята, заряжен, Степан ходит, он смотрит и пытается настроиться. Он ни в коем случае не смотрит чужой стрим, он уверенно, уверенно ходит. Вот вы спрашиваете, отключает ли он вебку, но видимо... А я его попросил сегодня не выключать вебку, то есть и поэтому просто настраивается, просто немножко разминается. Почему бы и нет, много сидим, три дня, если что, у религоза, он такой марафонец. Это очень на самом деле тяжело, даже в таком формате, три дня подряд по 5-7 часов турнирных игр, которые тебя выматывают постоянно, это тяжко. Кто играл в турнирки, те понимают, те знают, что это такое, и тут, что сказать, может походить, может немножко расслабиться, почему бы нет. Кстати, 10 тысяч денег падает Ивану с коробки в итоге, то есть, по-моему, хорошая коробка для него здесь. Опять же, можно и отстройку продолжить спокойно, цепи какие-нибудь. Коробку за котами все-таки оставит, даже не смотрит в ее сторону. Не знаю, мне было бы интересно узнать, что там, что там за герой. Ну, сейчас посмотрим. Ты передумает в итоге? Ну, давай, что там, вот он на Стрелков прокликал, да? Тоже. Ну, он хочет цеха вывести, наверное. Ну, это-то 100%. Сэм выставить, Сэм выставить под ГО, я не знаю, вы утверждаете так. Ну, вот он деньги даже сейчас получил, ну, как будто-то 7... Подожди, он поставил уже Катли или нет? Что за постройка была в фабрике? Не заметьте, да, пока делали интеграцию. Ну, какая-то постройка была. Ну-ка, я бы и ставил на то, что Стрелков поставил. Да, и ближе, ближе к Атлим. Замок поставил, говорят. А, цыту, то есть цыту, подстройка червей, да? Ну, то есть на червях очень переоточить, окей. Все-таки будет, будет тюрьма, да, к концу мы не видели, или видели. Размер консерватории, да? 1, 1, 6. Ну, и завтра будет какая-то крутейшая цепь. Двоечка, да, да. Двоечка, да? Я просто микрофон выключил, он говорил, что двойка, да. Чем он ее. То есть в теории, блин, это хорошая могла быть разыгровка через двойку, но все-таки Иван Виш, я так понимаю, к цехам хочет более, соответственно, подойти и выйти. Один в один на червяках. Ну, плюс Сэм там непонятно, да, насколько далеко выходит именно на ГО, поэтому, возможно, и правда выходить в седьмой день далеко не лучшее решение. Ну, может быть, мы будем выходить 1, 2, 1 с докупом всех нычек и уже с фармом центра с нычками, да? Ну, как будто, если обратить внимание на выход, нет центра у юниту... О, нет центра, нет центра, представляете, в этой карте. Нет города на выходе. Ему придется бежать просто на оппонента. Вот это неприятно для Ивана. Блин, кстати, мне не понравилась фраза «нет центра». Иногда же есть на джебусе центры, где, вот знаете, вообще, ну, нечего делать. Маленькие они, да, без объектов. Или там суперсложные охраны. Можно реально говорить «нет центра» в такие моменты. Что, запомнили, господа комментаторы? Да, запомнили. Запомнили, работаем. На ус намотали? Сказать, будет использовано, да? Серег, у тебя ус отклеился. Ох, а подождите, а это у нас что? Это докачка. Мега прокачка? Угу. Эксперт воздух все-таки хочет получить. Хорошее решение. У нас в тундукане артефакт выпал. Я вот не помню, сколько ему нужно было для докача. Но раз делает это, то, значит, немного. Прикинь, сейчас не хватит, там, 4 хп. Урон, да хватит. Не, хп, эксп. А, а, ты, эксп. Сейчас вам смотреть. Ну, он полторашечка захочет. Отлично. Сундучок еще, полк большой, да. Ну все, он будет выходить, смотрите, он не будет выходить 1-1. Да. 7, будет что-то добирать, будет выходить 1-2-1 с докупом всей армии, всех нычек, всего, что можно. Окей? Слушай, ну не знаю, насколько это решение... Для Ивана здесь будет в плюс. По ощущениям, видя ситуацию со стороны Реликоса, то мы точно знаем, что нет, потому что он уже завтра выходит. Точнее, сегодня, то есть на шестой день у нас выходит Реликос. Выходит на сапогах, выходит на фулмовые. И там уже от центра с плюс 3 скорости вряд ли что-то останется. Но для Ивана здесь ситуация плюс, опять же, пробить ГО, он не хочет там остаться на каком-то лоу-стеке, умереть там от блоков и так далее. Все-таки хочет выйти уверенно, выйти подготовленно и правильно делает. Так, ну что, выставляется здесь последнее выставление, крайнее приготовление, если можно так назвать, да, перед-то уже сбором. Крайне, крайне. Да как-то тяжело тут, все муторно, неприятненько все, но не темпово. Ну, давай так, он играет, он играет, он уже нашел свою игру, как минимум здесь от Ивана. Игра хорошая, он делает все возможное. Да, неприятненько тут Серега имеет в виду, что респ. Респ не чита Некровскому. Все-таки не хватает, не хватает немножко объектов, не хватает немножко артефактов. Вот посмотрите, какой набор здесь, на этой стороне. Чуть-чуть посильнее. Кстати, религант почему-то не подъехал героям, чтобы разведать, там была клеточка видна, вот видишь, между поясницей и охраной, да, можно было доехать и разведали бы эту клеточку и спокойненько уже зашли бы даже героям, который как раз нажимал флай, а в итоге вот он как получилось. Ну, все равно нормально, окей. Не критично, да, тут в итоге вышло. Смотрим. Доборы, доборы. Улики, улики. Улик маленький, да? Я все эти улики пропускаю. Не получается сосредоточиться на улице. Серег, ну ты давай. Такое у нас здесь... Что там? Ну все маленькие улики, да, не было у него ни одного большого. То есть, единственная сейчас надежда на верхний улик. Ну, армия, не сказать, что большая. Это 18 уток на данный момент. То есть, одна утка у нас на разгоне на Галтране, напомню. Что у нас 1-45 был, остальные вот малыши-карандаши, так называемые. Ну, и здесь у нас прыжок на щит будет, 24 АТД. Оп, на щит, наверное, брать не будет все-таки. Хотя, по-моему, вам вроде есть возможность. Да, и 300 грейд костей, правда, тоже не стоит про них забывать. Да, ну это Аджор, скорее всего, на ГО. Интересно, сколько он умрет от этих костей, когда будет пробитие. Слушай, ну, 10-ый деф все-таки будет, да? Если я правильно помню, статы Галтрана. Опа. Да, без проблем тут. Ну да, 300 грейдов слишком много. А вы прям уверены, что кости будут браться? Я вот тоже, честно, не скажу, что... Блин, вопрос от того, что будет ли он все-таки пробовать докачивать тактику, но, блин, еще один маленький. Да-да, должны, должны армии. Все-таки 22 утки, 8 гигантов. Не, ну просто представьте, вы берете скелетов, у вас утки-гиганты, утки-гиганты, хоп-хоп. Минус морали, у вас одни скелеты. Там все постреляло, здорово. Так ты хоть 100% входишь? Так минус 2 морали, да, будет ты на этом, об этом говоришь. Слушай, не знаю, интересно, кстати, интересно. Но я думаю, мы сейчас уже... Ой, элементарий земли. Увидим, увидим этот момент. Пробитие ГО. Слушай, ну правда, плюс моральки какой-нибудь не хватает. Солнышка бы сюда, да, запихнуть. Ну, это уже было бы прям совсем... Совсем грязно, да? Да, совсем курорт какой-то был бы. Так. Слушай, может быть, мапа ресурсам у него очень слабо. Я хотел рынок, может быть, черный чекнуть, или у него башня вон еще есть черная, да? Возможно, там какой-то артефакт на плюс мораль. Все лучше, чем ничего. Да, уже, наверное, нужно лезть с минус 3 морали. Вообще, в моей голове было, что циклопы на аджор будут здесь, в этой армии. Но первая зефа минималка, если сейчас стараешь маленькая, то совсем мало аджора получается. Ну, смотрим, смотрим. Костя, кстати, в замке остались. А, нет, сейчас вывозится. Тихонечку. И не дегрейдит он их. Вот так вот. Ну, дегрейд дает минус скорость, в первую очередь. Это очень тоже важно. Ну, как будто бы... На таком ГО не хочется. Плюс там деф какой-то и так далее, то есть... Еще! То есть у него, вдумайтесь, две коробки. Там 600 мулов разница между этими коробками, да, и просто 120 скелетов. Еще два погоста. С ума сойти, если честно. Ой, плюс одна атака тоже. Красиво! Да, по скелетам вообще прекрасно получается. А ты видишь, как он еще... 600 скелетов. А ты видишь, как он еще сыграл? Он взял Геону здесь плюс знания, да, и поставил его, чтобы было 30 маны, чтобы вывести коробку и по ГОСТ. Как раз таки в надежде, я так понимаю, на плюс моральд. Использует, использует все возможности. И получается все красиво. Да, красавчик. Так. Оставляет гигантов. Рыбы, конечно, не пробивают. Статы у нас отличные. 5-5-2-2. Ну, для рыб этого хватает. Ладно, не самые лучшие статы, но для рыб хватит. Окей, и еще маленькая. Вот она, минималка заставы. Ну и что, что мы будем брать? Может, циклопов вообще не брать? Что-то по циклопам-то ситуация такая себе. Рынок чекнуть? Денег нет, да, и ресурсов нет, чтобы что-то чекать. Ну, пробить на всякий случай. Окей. Ну, смотрим. Смотрим, ребят. Нападение. На циклопов всего 4 стэка. Это очень хорошо для него. Это очень хорошо для него. Че, будем пускать циклопов вперед? Пускать циклопов. Стенка на стенку. Вот первый абсерд, да? Ну и пошла, пошла возня. Циклоп. Виктони, подожди. Вот это плохо. Вот гигантики уже неприятные. То, о чем я и говорил, да? И хасты еще нет. Так они, а то, смотри, все. Здесь скелеты. Бам, минус гигант. Еще минус мораль. Мерзость. Жестко. Больно. Ну, а как? А что? Как вы хотели, друзья мои? А никак. Ну, это очень сильное ГО. С роллом, наверное, средний, да? То есть получилось сколько тут? Ой, по костям-то начали работать. Их немного. Ну да, 8. Много, да. Средний. Слушай, ну, что он теряет? Потеряет. Скелетов чуть-чуть. Гигантика чуть-чуть. Да не, не сказать, что супер. Ну, титаны были бы, наверное, понеприятнее здесь. Солдочкой костей. Их не берет воздух, уже какой раз отказывается. Две зефы у дороги. Ого. И религоз, друзья, выходит в центр первым. На синем цвете. 1.1.6. В гранд-финале Heroes Cup Season 2. А Юнит Конт только-только через день будет туда выходить. Что доберет здесь? Что доберет здесь Сипан? Смотрим. Есть пробитие, получается. Некроцентр. Некроцентр. И зефы сыпятся одна за другой пока что. Не самый, наверное, приятный объект в его случае, но... Почему? Они есть. Ну, не знаю, циклопы. Их три штуки, их мало, во-первых. Слушай, ну с плюс-три скорость... А, ну ты имеешь в виду сейчас, но если там две зефки большие, плюс центре, с плюс-три скоростью, они забираются хорошо. И... Безусловно. Безусловно, хорошо. Ну, если были улики, просто, наверное, было бы лучше. Ну, возможно, да, опять же, минус мораль бы лишнюю там не давали. Слушай, Некроцентр в итоге доходит? Да, доходит. Должен, должен, должен запасом доходить здесь. Ну, и мы смотрим. Шестой день. Замечательный выход от Религоза. 8-10 статы. Это, во-первых, есть мана, да, есть армия, есть плюс-три скорости. То есть, огромный потенциал добора. Центр вроде, пока, опять же, да. Слышу я тебя. Центр пока сложно, что-то по центру сказать. Мы тут увидели только начало-выход. Вот сейчас, да, смотрим. Сейчас раскрывается, очень много рельефа, засветилось у топа. Засветилось у топа. Ну, непонятно, как не проходить. У топа, на самом деле, у Религоза еще и на респе есть, насколько у топа, поэтому показатели у него все нормально. Ну, пока что дело до их взятия не доходило. Скоро, я думаю, что... Да, конечно, но тут опять же очень важно сейчас найти какую-то тюрьму для использования колпака, да. 20-ку, 30-ку, чтобы была мана, чтобы это был маг. И, соответственно, чтобы мы все это дело реализовали. Реализовали, потому что реализовать колпак очень важно. И пока что добираются здесь объекты денежные, да, первое всего. Видит вампирник, а он добирается с плюс 3 скорости, ну, просто легчайшим образом. На автобое зачем-то перья поставил. Не работает этот артефакт без навыка стрельбы. Ну, и удаляет он Ростикса. И появляется у нас другой герой, Мортон. Слушай, вот Мортон как раз-таки под эту армию прям вообще хорошо заходит. А что у него? Да, ничего, просто хорошо заходит, такой, знаешь, лицо у него. То есть, производитель фриков такой, да? Того, да. Окей. Ай-яй-яй, минус удачка, но... Ой, точнее, двойной урон. Подумал, а минус удачи. Просто-таки они охраняют просто удачу. Так, ну и что, афенсик. Вот теперь точно хороший герой. Вот те самые ули, про которые говорил как раз-таки... Ой-ёй-ёй, как хорошо у топа стоят. Отлично вообще стоят. Слушай, ну, центр просто шикарный здесь для религиоза, потому что... Доморы, доморы. Вот так, да, центр реально сейчас раскрывается. Новыми ароматами. Угу. Ещё и деньги под цветы есть. Ещё и щиты тюрьма. Ух. Ну, ребята, сложно будет, мне кажется, здесь уже понятно Ивану противостоять такому раскладу, но... Это первая игра. Это первая игра, Jabos Cross. По банам у нас был МТ Jabos в бане. У нас в бане было ли... Что ещё, Амазонки или Натив? Напомню, Палыч. Слушай, Натив... Натив, по-моему, да. Да, Натив и МТ сразу забанил ЮнитКон. Сказал, что я же не буду играть против религиоза МТ ввиду того, что... Возможно, у Вани есть какие-то подозрения. А религиоз говорит, я не буду играть против Ивана натив. Типа того, да. Потому что... После... Натив у Вани, да-да-да. Меньше. У религиоза против Ивана здесь. Ну и, соответственно, мы играем сейчас в Jabos. Следующий шаблон будет выбирать у нас... Религиоз, по-моему, да? Я вот, кстати, не помню, а кто первый-то шаблон реально пикал. Первый пикал у нас... Это Ваня пикнул в итоге Jabos Cross, соответственно, первый банил религиоза. Потом он банил Ваня и пикнул. Потому что, мне кажется, религиоз мог пикнуть какой-нибудь Блиц раз, да? Второй он мог пикнуть, наверное, какой-нибудь Амазонечке поиграть. Вот, а Ваня как раз-таки больше стоит здесь. Но, опять же, ладно, Блиц и Ваня мог пикнуть в этом плане. Так что тут... Тут аналитику все-таки проводить... Такое сделать. Трудно. Ну, трудно, потому что, да, игроки... Такие, знаешь, у нас играют почти все шаблоны. Вот, единственное, что Ваня сказал, что религиоз сказал. По одному шаблону у них будет бан точный. В остальном, я думаю, им как раз комфортно играть все. Все оставшиеся шаблоны. Ну что, неплохие улики пойдет, не минималки. Смотрите, какая удобная утопа. Лево, право, еще один улик снизу, кстати говоря, если вот мифала уже целится. Не знаю, будет ли она сейчас брать, но как минимум она чекнет эту утопку. Ну, маленькую, наверное, надо всегда лезть, да? Ну да. Маленькую полезем. Дали еще и плюс моральку, и маленькая она. 38 муток, 7 гигантов. А Джор и Мидуя отлично. Какого же классного героя он нашел под взятие первой утопки? Ребят, пишите в чат, какой будет артефакт реликтовый. И тут, может, промокодик сейчас разыграем этому человеку. Парень и крылья можем, можем в теории, да? Давайте, давайте, ребят, пока не добью, быстрее. Крылья Павлович сказала. КЗ, КЗ, ЧШ, Шестел, Хранитель Снов, Крылья, КВ, Мешок, Пятел. Книга Огня. КО было, 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 было. Было, было. Да, вижу, КО, вот. Спиридоша, если я правильно понимаю. Поздравляем тебя, ты получаешь промокод на 500 рублей на Лигуставок. Угадал. Поздравляем Спиридошу с промокодом в 500 рублей. Ну что, я отправлю? Давай, давай, ты отправляешь, просто начал. Давай, давай. Главное, это деньги получили, денежки мы получили, друзья. 20 тысяч, и теперь можем дальше начинать крутить, продолжать крутить. Долгий ход нас ожидает. Слушай, а мы там еще крутнем снизу, получается, улей за котами, и тюрьма есть, которую тоже можно вскрыть. Да, 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 еще утопу можно забрать, есть там хороший герой с маной, со взрывом. Конечно, все, ребята, добирается. Ух, пошла жара, да? Тот самый центр, который ты хочешь увидеть, когда выходишь на такой армии, да? Утопы, доборы, и пошло-поехало. Причем самое, что интересно, вот у него есть две зефы в доборе, да, и они далеко, а вот улья как раз-таки располагаются близко к замку, то есть это основной стэк наш. И, кстати, смотри, синку, еще утопия. Слушай, тут как будто шансов не остается, да, у... Слушай, ну, а говорить пока рано об этом. Рано, не говорим тогда. Ну, пока что, да, колпак, если сейчас КЗ просто нароляет, то, наверное, вообще можно сказать, что правда, шансов здесь не останется у Вани. Еще две заставы? Я сейчас друг даю утопы, знаешь, на мешки там, и как бы, сам понимаешь. А чего армию не передал, почему? Ладно, не критичная здесь ошибка. Стоило передачи, но я думаю, все равно все-таки стоит здесь тюрьму прежде всего вскрыть, потом уже лезть в утопу. Во-первых, это единички, да, могут быть адекватные плюс. Ну, 10-го левела какой-нибудь воин, да, например, или какой-то пятый. Да, опять же, вон, супер. Пятый, вот, вот, тирис, отлично. С моралькой, да, топовый. Ребята, у меня знаете, какое ощущение сложилось, что вот вы вот смотрите вот за этой игрой, и вас как будто ничего не удивляет вообще, как будто все нормально. Еще утопы третят. Как будто все нормально вообще. Как будто все отлично, тут ГО уже вот оппонента, две тюрьмы под этим ГО. Ой, третий тюрьмы. Он поехал на город или что, куда? Да, ну, видимо, он понимает, что Ваня не выйдет или что. А, он доходит. Он забирает тюрьму. Вот оно что, и эта тюрьма-то жесткая, друзья, Джиггернауту имеет, большущая value. Там, конечно, лежит этот плащ кристаллов, но все равно как будто даже тридцатка здесь пролезает. Смотрим. Вот это мощно. Сейчас тридцатку открываем, две утопы забираем, статы 50 тол, и что делать Ивану? И как делать? А вот все со стороны юниткона. Просто вот быстрее оказался здесь. Ну, слушай, Иванец тут и быстрее не сыграет. Ну, это точно. Это точно. Да, я вспотел, конечно, но это то, на самом деле, что мы обсуждали на старте трансляции. Фабрика и Некрополис. Что за что торгуется, кто что стоит, да, и кто на что способен вообще. Вот Некрополис. Классический, темповый, жесткий, мощный. Во всей красе. Фабрика где? На резьбе. У Ани. Вот она, фабрика. Иван как будто уже отдыхает, да, уже как будто понимает, что что-то нечистое происходит. Видит, наверное, много боевок, видит, что таймер, да, постоянно скачет, а это, ну, вряд ли на резьбе сейчас такое делается. Ой. Ой-ой-ой, лазером. По жопке получил лазером, но это не критично. Больно. Еще пасфайндер с маной. Так он сейчас две утопы этим пасфайндером может забрать или наверх уехать. Да, ты утопы забирай, алло. Так он, не-не, он сейчас вот это вскроет, тридцатку. Он город, что ли, едет или что? Ну, город, видимо, едет. Куда ты едешь-то? Да, город. А там может городу не оказаться, кстати. Там может городу-то вообще нет. А, город снизу, он видит это. Он поехал. Он ошибся, он думал, что город сверху, да я тоже так думал. Но город в итоге... Заворачиваемся. Разворот. И едем на тюрьму. ДД даем на тюрьму. Вот стоит как раз за пасисами. Погнали. Окей. Есть камбэчная через пасисов. Ну, на самом деле, это реально... У него реально был... Слушай, герой, ты смотри, ярд. 135 маны, этим героям даже лучше залететь в утопии. Да, окей. Плюс у него афенс есть. Ну, главное, что у нас колпак есть, мы можем взрывы кидать. Взрывы, да. Не, просто я хотел отметить, просто как он грамотно все сделал. Он оставил себе, то есть он подразведал, он понял, что там нет города в итоге, да. И сделал вот этот прыжок на тюрьму и поехал в цепочку дальше. То есть он сыграл по ситуации. Сыграл, да. Максимально гибко это сделал. Лады, кстати, можно все собрать быстро. По Гладиус, да. Сейчас будет смотреть, успевает. Единички, единички хочет. Единички хочет довести, еще утопку забираем. Он успевает там героям замка? А ну да, у него там Андал пришел, да. Балдеж, четыре утопа получается в ход забрал, да, с выходом в центр. Семь минут еще, семь минут у него еще, друзья. Таймера-то еще очень много. Еще двойка. Поехали. Бамс. Минус стэк. Бамс. Плюс победа. Ой. Вот она. Вот она. Вот она. Вот она. Ну что, фулл контроль. Крыльев только не хватает, да, для, так сказать, пущей уверенности. Как же он играет. Идеально утопа. Лучшая. Два уолл. КЗ. Это нам нужно было. Да, и по мувам все отлично складывается. То есть даже утопа стоит так, чтобы там любой герой, да, с 1670 мувами мог вытащить ее адекватно. Ну что, сейчас бьем четыре уолл, бьем тюрьму за драконами. Правильно я понимаю? Или с просто третью утопу синкой? Да пока вообще непонятно. Тут только, только знаешь, ладно, не начало, еще КЗ. Начало ход. Эпик, да, такой. Как будто мы еще пять минут походим здесь. Пять? Я думаю, минут десять еще можно посмотреть. Еще утопия не взята. Да, еще тюрьмы не открыты. Надо ролять героев. 60 тысяч денег при этом присутствует у нас. Да, центр шикарный. Шикарнейший. Просто великолепный. Ну и что? Как будем здесь отыгрывать? Непонятно. Вот, кстати, герой с тридцаткой маны. Успеем ли мы? А куда мы хотим успеть? До тюрьмы, да, наверное? Не знаю, до города, видимо, до города. Пытается, да. Хочет сразу под контроль взять всю карту, ну и всю центральную часть карты. Ну это фарм, опять же, у него много денег. Да, контроль есть, да, то есть как бы почему нет. Есть контроль, конечно, конечно. Еще один шарик, еще не забирает он город. Сегодня не достает, то есть. Можно сказать, дал просто разведку, туда обязательно нужно давать. А вдруг тут что-то мощное, что-то такое, что прям нужно вывезти. Тогда мы бы это копали бы еще одну тридцатку и забрали бы город. Не-не, все грамотно это сделает. Тут даже по факту придраться не к чему. Пошла, пошла игра. Ну окей. Артефакты не передает. Ну время, ну торопится чуть-чуть, торопится. То есть не то, что время ее возьмет. Он, то есть хочет реализовать полностью свой ход здесь. Вот они скелетики, которые у нас остались. И герой, кстати, с афенсом, с моралькой. То есть все хорошо, минус удача у нас стоит. Все супер. Минималка. Ну топы, конечно, маленькие по размерам, но возможно это и лучше. Все двойки, двойки отлично для нас. Единичка была первая у нас там, да. Ну да, да. Тут вот три просто в ряд стали. Пойдет. Здесь сейчас шесть сел крылья и все. Это лучший вариант, потому что кз, там два ол, да, чуть-чуть. Ну, пят сел тоже неплохо. Три-три, кстати, мораль дачи. Ой-ой-ой-ой, ребята, здесь как будто бесшанцовочка. Все. Вот это уже, как говорится, похороны. Так может быть, смотри, он сейчас забирает тюрьму с драконами, там сидит какой-нибудь, не знаю, там, Элишар, ну, в общем, интеллектуал, любой маг. Он этим магом может просто поехать и ГО пробить юниткону и поехать к нему на респ. Вообще спокойно с таким стапом. То есть колпак, кз, там, если будет мана, почему нет? Армия огромная, плюс три скорости есть. Ты... Мне кажется, еще забрать вот эту, чтобы забрать фангармов. Надо чекнуть, какое их количество. Статы-то у нас огромные. Уже выставление делать, все, на сегодня, наверное, думает, хватит. Подустал. Как будто бы просто, да. Самый ладж наелся уже, знаете, чисто, да, лег, такой животик поглаживает, такой выставляется. До завтра, ребят. Насколько шанс, что завтра? Сейчас юниткон увидит статы, напишет ГГН. 95% Слушай, ну, и стопы процентов я не ставил, но да. Да, шансы высоки. Все-таки турнирная игра, Ваня очень трепетно относится к своим зрителям, и поэтому... А, он домой уж поехал, что делать? А я думал, топа уже забирает. То есть он, как бы, знаешь, не хочет зрителей, там, расстраивать, досрочным ГГ, там, все такое, хочет пободаться, побороться, в общем, я думаю. Так что, сто процентов я бы не ставил, я к этому, но чаще будет ГГ, да, чем не ГГ. Так, проверяется, разбивается. Чедевки, рансер, сорчик. Да, да, на таких статах, на таких... Просто взрывом, да. Магии, да, да, конечно. С тактикой, хороший герой с офенсом, все прокачано. Согласен. Иван, знаете, да, извините, Сергей, что перебиваю. В довершении этого разговора скажу, что от Ивана иногда, если даже его оппоненты пишут ГГ, то он загружает и играет расклад, как бы он его сыграл в итоге, там, несколько дней перепроигрывать. Я думаю, что сейчас будет что-то подобное, только уже в другую сторону. Он отыграет, как бы он сыграл, как бы это было, да, просто нам покажет. Но я думаю, что он будет это делать со знанием, пониманием того, что уже неизбежно его поражение в этой игре. Да, да, я и говорю, красавчик, Ваня не решает контент своих зрителей зачастую. Ну что, смотрим, смотрим. Ну тут, конечно, ну слушай, статы не такие высокие, но... Так, да, улыбается все. Довольно. У него золото, он по золотам больше. Он понимает, что оппонент уже в утопии забрал. И... Ну погнали, погнали. Иван, 1-1-7, друзья, пробуют на респе. На респе что-то вытащить и как-то взять здесь победу. В итоге в этой партии долгий ход был. Я думаю, Иван немножко даже подустал здесь ждать. Ну, что поделать. Да, ожидания в героях это очень такая томная история. Особенно, когда у тебя не самая хорошая ситуация. Тяжело это, конечно, да. Ну, это геройщики закаленные. У нас геройщики опытные. Все это умеют, все привыкли. Плавали, знают. Я думаю, что на Ивана никак не скажется. Это долгое, длительное ожидание. Начинается его ход с пробивки тюрьмы. Не стал он есть, причем трупик. Нет в этом смысла. Слушайте, а тут потерьки будут, да, похоже, червячковские? Да нет, на самом деле. Сеточек кинули. Просто у нас сейчас единичка-то закончилась. Да все, вроде. А, ну окей, не пробило, не пробило. Ну, все-таки Нилка там эксперт, да? Кстати, ребра, опа. Ребра. Да, Набелька. Вот так вот. Слушай, а это не вторые ребра, подожди? Вторые, вторые. А, вторые. Ну, у него еще есть. Набелька под утопию, интересно, как будто. Под утопу ты вот так вот уже рассматриваешь вариант. Ну, а что? Ну, он и на разбивку смотрит. Сейчас мы и увидим, как оппонент пробежит перед нашим ГО. Следующий ход, скорее всего, да? Если мы под него выставимся четко, то нам чуть больше карты засветит в центре. Либо мы уже там все и так видели, что оппонент гуляет в центре. Ну, сыграть через утопию здесь не ошибка. Сто процентов, да, 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 да. Вот и как мы с тобой. Сто процентов и правда, потому что, если оппонент в центре, то честно, вот это вот розыгрыш уже на выход там и так далее. Идти просто отдаваться оппоненту. Но, возможно, знаешь, в каком формате это может быть разыграно. Он просто пойдет, типа, вот я пробью ГО. Знаешь, допустим, у меня такое есть, что вот я чисто там доигрываю рез, потому что мне интересно. Моя цель победить здесь, это уже пробить ГО и пробить его достаточно хорошо. То есть, вот есть такой момент. Ох, друзья, ну, а если, кстати, вот вы, ребят, в чате, кто сидит, смотрит эту игру и думает, ай, я бы этого религоза на 1-1-3 бы уже бы на респе бы накрыл, то обязательно добавляйтесь в наш телеграм-канал. Потому что в телеграме-то у нас будет открытая квалификация, да, регистрация как раз. На следующий турнир, если вы умеете играть героя, если вы хотите играть героя, может быть, будете сейчас обучаться героям, или всегда хотели попробовать себя в турнирах, то добавляйтесь в ТГ, там будет анонс о следующем, о следующем турнире, когда он стартанет, да, и можно будет принять в открытых квалификациях как раз участие. Религоз, если что, это тот игрок, который прошел через открытые квалификации в прошлом турнире и занял первое место. В этом, конечно, он уже был приглашен, потому что у нас система такая, кто занимает определенные места первые, да, там 8 или 12, в зависимости от какой турнир идет, те переходят в следующий этап, да, в следующий турнир. Вот, да, да, говори. Ты не закончил? Ну, я еще могу про Телеграм рассказать. Давай, 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 давай. В Телеграме у нас, естественно, анонсы, расписания, розыгрыши, чатик и вопросы-ответы. Если вы как-то хотите изменить направление турнира, если вы хотите как-то нам подсказать, то обязательно пишите в ТГ, мы все выслушиваем, мы стараемся, стараемся сделать турниры наши лучше. И, кстати, мы ни разу не говорили сегодня про Ютуб. Давайте тоже скажем. Ютубчик, высказайте знак, Ютуб, там у нас идет трансляция, смотрит нас там огромное количество людей. Тысяча, тысяча на данный момент. Тысяча человек, респект каждому, естественно, респект каждому, кто смотрит на Твиче. На Ютубе лайк проставьте, 108 всего лайков. Ну и давайте зачитаем последний комментарий. Где Вудуш, мистер Саша пишет? Вудуш через час подойдет, ребята, вставайтесь здесь. Скоро будет. Возможно, а возможно и нет, кто знает. Вот, на Ютубе шортсы у нас, также минутные ролики. И туда повторы мы выкладываем, обязательно выложим этот финал. Так что подписывайтесь, не забывайте. Ну а мы возвращаемся к игре. Что у нас тут происходит, ребята, я пока отвлекся. Да, я хотел быстренько еще дополнить твою речь и бустануть чат, возможно, тех, кто хочет, мечтает играть турниры. Также в нашем телеграм-канале, в разделе новости, мы недавно анонсили новенький турнир. Вот, недавно регистрация стартанула на дружественном сайте, польском h3.gg. Там вы тоже можете найти эти ссылки. Они создают турнир, посвященный 25-летию героев. И там будет нереальное количество участников. Там будет разнообразные, кстати, шаблоны. джебус, ауткасты, в пуле имеется в виду, да, 6LM и зеркало. В общем, на любой вкус и цвет. Поэтому как тренировку, может быть, да, можно использовать эту площадку, этот турнир для того, чтобы поучаствовать в нашем следующем киросхапе в отборах. Вот, так что играйте турниры, ребята, играйте в героев, тренируйтесь. Блин, и может быть, когда-нибудь дойдете до гранд-финала, сыграйте с юнитконом, например, вместо религоза, да, вот как Сергей говорил. Почему бы нет? Это сказка, это классно, это крутые эмоции. Всем советую, рекомендую. Дерзайте. Ну, а тут ход религоза, друзья, Иван быстро закончил. Расставил цепочки, выставился под пробитие ГО, и завтра будет пробовать забирать свою утопию. Ну, какой тут жир, что тут происходит? Забрали мы, забрали уже заставу сверху. Выставление у нас есть под нижние заставы. Триол хочет вытащить через полет или через что. Ну, у него, видишь, умолов не хватает, он, видимо, хотел еще какой-то тп-шки подавать, но... Все успеет. То есть, в итоге, да. У него же продвинутые... Не-не-не, да-да-да, я имею в виду, что, возможно, он хотел на эту ману там сделать два тп вместо одного там и так далее. Или героя посадить не в центральный замок, а куда-нибудь на пополнение, там, от колодца. Ну, возможно, он еще успеет так сыграть, посмотрим. Ну, окей... Ну, нет, в итоге, в центре будет его оставлять? Да, уже есть саппорты, подготавливаем максимальный, но у нас денег и так очень много. Ну, лишними тоже не было, знаешь, как это бывает. Конечно. Деньги лишними не бывают, тем более в такой игре, где это постоянные у тебя траты, у тебя постоянные... Ну, и Реликоз, он показывал, как прокрутить 50, 70, 100 тысяч за один ход, да? Прокутить ты имел в виду с прошлых призовых, да? Шесть тёл, шесть тёл, тщайничек. А, подожди, это Альянс или нет? Ванол я тоже где-то видел, если ничего не путаю. Ну, а Ванол, кстати, по поводу топа, и вон справа находится, он, видите? Оп-оп, на меня тавра. То есть, Альянс буквально один в один он может собрать. Может быть, повезёт, соберёт на седьмой день, но один в один тут как будто уже не наступает. Чё, думаешь, убьёт Сэм и на этом игра закончится? Слушай, не знаю, опять же, тут тяжело сказать, какой план именно у Реликоза в этом плане. То есть, убить то он в теории может, будет ли. Да, да. Ой, какой лёгкий шесть тёл, друзья. Просто шикарный. И Шахтёр, отличный герой для этого. Балатку жертвуем без потерь. Найс. Да, отлично нашёл героя, да, точнее не то, что нашёл, а вспомнил о том, что у неё есть Шахтёр с Экспертофенсом, под статами, в общем, сделает ещё эту боёвку ещё более оптимальной. Потому что коробка могла быть очень сильная, могло здесь четыре там кристалки раздать. Ну, это сильная коробка на деньги, опять же. Да, у нас течение огромное. Два топовища, два сильнейших. Да, как будто один игрок, как будто один мощный игрок собрались в одну игру. На самом деле-то, если так подумать, религиоз мог с такими статами, с такой армией, уже ему и тактика там, и афенс не нужен. Можно было и просто с единичками, да, это всё пробить. Но он взял, разбил, сделал, заморочился. И это всё круто выглядит. Круто, круто. Отыгрывает на максимум, отыгрывает от всего. И не расслабляется. Это очень важно. Мы как раз вчера обсуждали то, что с Антоном Хэллайтом комментировали. Когда игроки иногда выходят в центр, да, они могут расслабиться. Их просто начинают перекликивать, переигрывать. И это ничем хорошим для того, кто в центр вышел быстрее, не заканчивается. А религиоз в тонусе себя держит, свою игру, и поэтому показывает такие результаты. Мотайте на ус, мотайте на ус, ребят. Серёга мотает потихонечку. Серёга недавно заявлял, что у него большие планы на Heroes Hub следующие. Серьёзно? Да, и он планирует попасть в основную стадию, так что... Ребята, ждите, ждите. Это непростые заявления. Если Серёга сказал, то он будет делать. Конечно, ребят, попробуем отобраться. Всё, уже пора показывать, кто тут... Будешь контент завозить, да, Серёга? Да, конечно, конечно. Серёга, а если ты не пройдёшь в турнир, это будет критично? Нет, буду для вас больше комментировать. Я думаю, все выиграют всё равно. Все выиграют. С Серёгой все выиграют, друзья. Так, поехали. Жозефина, погнали. Так. Ну, тут тюрьмка. Вот этой тюрьмой можно убить, там ещё справа есть сверху тоже тюрьма. На самом деле там заряженный Гошина, фул муах, который может принести... Ну, я в свою защиту на секунду просто ещё скажу, что у меня были очень интересные игры на этой квалификации. В одной игре зарешало зеркало, представляете? Вот так вот бывает. Я проиграл из-за того, что Джин накастил зеркало, в итоге отразилось оно в меня. А во второй игре на 1-2-1 у моего оппонента было 25 статы и КЗ-КВ. Победить было тяжело, я вам так скажу. О, аноним, здравствуйте. Всё, сейчас едем им убивать. Аноним. А-на-ним. Аноним. А ванол, ванол, альянс, альянс, альянс едет собирать. Да ладно. Да ладно, он это делает. С Альянсом уже Гошаном. В гранд-финале, друзья, альянс собирает жёстко. Шлёп на 1-1-7, ребят. На 1-1-7 в альянс. Ещё его пробьёт. Чё происходит? Чё происходит? Офигеть. Как он это делает? Ну, это, конечно, да. Это, ребята, религоз. Это религоз. ТОП-1 прошлого турнира. И сейчас как будто его не остановить. Слушай, у него ещё с этой утопы собрался грохот Титана. Всё что угодно. И только этого эликсира не хватает. Вот как сделать в героях так, чтобы подобное было не как обычно? Да, вот обычно это с одной стороны такая история. Мы наблюдаем такую. Вот как сделать так, чтобы два игрока в подобном чём-то играли? Никак. Вот как это просто сделать? Это было бы неинтересно. Это было бы неинтересно. Конечно. Ну, а что это? Ты тоже так думаешь, Павлович? Нет. Не знаю, странительно. Ну, типа, а что, а вот сейчас капец интересно, да? Интересно. Интересно. Интересно сохраняется, так сказать, да? Да как, да вы что, ребят? Мы же смотрим, как... Вот, пробитие, цепочки. Нет, согласен. Мне нравится всё, как всё происходит. Ну, не повезло. Ну, не повезло, так ещё же... Ещё же есть шанс. Ещё же это Best of 3 серия, здесь не всё потеряно. Блин, герой с тактикой мы здесь нужны. Финалки, драки между оппонентами. Мы просто сейчас посмотрели, как игроки, да, поиграли в ПВЕ. И между собой, так сказать. Ну, типа, вот на Амазонках были интересные тоже финалки, да, если об этом говорить. Всё-таки, какими бы там Амазонки не были, но вот финалки, как раз-таки, там в большинстве своём зрелищные. Даже если они однокалиточные, то вот эти огромные армии и так далее. Пошёл допылесошивать центра, друзья. Религоз прыгает, альянсик собирает ещё раз, да. Снимал, чтобы дать ДД. ДД находит здесь мелодию, мелодию десятого уровня. Куда мы хотим ещё? Ну, видишь, он искал героя с тактикой. Он знает, что у Сэм тактика, чтобы, так сказать, прогнать её точно. Так у нас с Тироксор же есть. Ну, с Тироксом, да, либо с Тироксом, конечно, конечно. Ну, добирает, значит, просто. Да просто добирает, конечно. Фармит, фармит. Разгром, здесь уже, ну, почти никак, ладно. Здесь уже никак. Вот тут нет победы. Угу, согласен. Саппорты просто с тюрьмы падают. Это наивно, тут эта мелодия тоже с землёй разведчики. В общем, поэтому сложно здесь что-то противопоставить вообще в любой итерации здесь. Минута остаётся. Я даже не знаю, что должно быть, Серёг, чтобы вот это перебить просто. Ну, чтобы это перебить, наверное, нужна какая-то идеальная утопа с каатлями, чтобы мы отстроили. И оппонент подставился, мы три раза его хитранят и потом на берсе убили. Типа армаги кинь там, да. Да-да-да-да, что-то такое. Ну, это всё очень тяжело. Ну, да, это из разряда больше кулстори, поэтому... Ну, что, и Тирекс поедет у нас сейчас на ГО. Блин, там, по-моему, даже Гоша более заряженный, но здесь именно за счёт тактики, чтобы точно прогнать героя. Как он долго просто разбирает Альянс, кого-то проще было бы его снять, надеть колпак. Тут уже без проблем. Так, ну что? Ну, эксперт тактика, ГГ. Ну, конечно, ГГ. Улыбается. Сейчас Альянс увидит. Жесть! Нападает с Альянсом на 1-1-7. Просто выбивает, выбивает. С этой первой игры Юниткона и 1-0 в пользу Реликоса, друзья. Это жёстко. Да, слишком жирная, слишком жирная сдача у Реликоса. Слишком хорошая отыгровка. ГГ. Ну, это было мощно. Это ГГ, друзья. Мы уходим на небольшую паузу. Через 5 минут поедем смотреть вторую игру. Пиките и баны нас ждут. Погнали. Определить второй шаблон. На игру мы в эфире. Вы с нами, да. В комментаторской подключайтесь к Павловичу, Кириллу. И сейчас выбирает шаблон Реликос. Степан, твой выбор. Слышно, слышно. Да, тебя слышно. Я Амазонок беру. Джебус Амазонки. Посмотрим на этарги. Некриконфлюкс. Тысячу даю. Тысяча сто. Две тысячи. Две сто. Две тысячи двести. Две триста. Так, две... Двести, две триста. Ты две двести искал, правильно? Или две триста. Ну ладно, тогда дам две четыреста, без разницы. Две пятьсот. Сот. Семьсот. Две семьсот. Алло. Алло-алло, меня слышно? Да. Я две семьсот сказал, по-моему, последнее. Две восемьсот. Я просто не услышал. Две восемьсот. Две восемьсот. Сот. Зенит. Извини, ты дома. Все в порядке? Две восемьсот. Пара, конечно, стрёмная, забейте Как говорится, ты торгуешься, а я думаю, да? Да-да-да Ну, отдал За 2 800 Что берёшь? Некор Окей Так, я тогда флакс беру Так, тогда 2000 Две 100 Две 200 Две 300 Две 500 Две 600 Две 700 Сколько там сейчас? Минус 2 800, да? Ну, 2 800 город я отдал, сейчас 2 700 за цвет 2 800 3 800 5 600 получается 2 900 2 900 Забирай Забрал Минус 100 на красном флаксе На каком герое будешь стартовать, религиоз? На луне На луне Не юнит ком плюс 100 На галтране Микрополис на синем галтране Ну что, друзья, удачи вам, хороших рейспов Покажите красивую игру Ну что, амазонки, амазонки, амазонки Ребят, очень горжусь на самом деле тем, что в финале, в гранд-финале будут амазоночки Потому что все-таки мое творение, если все помнят, да, об этом Все помнят И это раз Есть, что самое главное Возможности для мощной-мощной раскрутки Да, и правда, и правда Мы уже видели, как игроки занимают центр и не могут Не могут просто перемашнить Перемашнить того, кто просто занял, например, два города на выходе Не могут перемашнить какие-то крутые и очень сильные смежи Например, Касла Было такое Было это на Heroes Cup 1 Было это и на Heroes Cup 2, друзья Это точно шаблон, где можно камбэкать И где забор центра не означает, что это будет победа Серега, расскажешь нам немножко вкратце о особенностях этого шаблона? Да, конечно, расскажу Это шаблон, где имеются коробки на Respet T6 и Tier 7 юнитов T6 у нас 6 коробок, 3 грейженые, 3 не грейженые То есть в данном случае у нас будет 3 коробки на грейженых маги Психических элементарий, да И не грейженых И будет также у нас на Огненных Птиц и на Фениксов, да Это уже T7, да, коробочка Идет их по 2 штуки То есть 4 всего А это именно у Religosa Униткона будет по-другому немножко Там другие юниты Ну, короче, вы поняли В зависимости от того, какой замок Те-то 6 и 7 и будут Также здесь есть фиксированные утопии, две штуки на Respet И тут 100 кавэлью ГО Это все основные отличия 100 кавэлью Это жестко, да Здесь еще можно сказать, что Respet, да, вот самое главное Respet все-таки отличаются от Respet игроков И там, да, действительно, это как бы комбэт механика Там очень бывает жирно За счет чего Вот Castle, да, вы недавно смотрели Как собирался тем же Religosa, по-моему, да С Архами, с Ангелами Ну и Очень сильно все это выглядело Ну а здесь у нас Здесь у нас, ну, пока что Пока что ничего такого, да, особенного За флакс мы не видим Коробка легкая за единорогами имеется Здесь Юнитко, наверное, уже принял решение Что будет рестартить Здесь напал боевку И будет нажимать Rest по ощущениям Знаешь, что? Какое тут еще отличие от стандартного джебуса? Это три деревни вместо двух стандартных Которых мы привыкли видеть Здесь, наверное, спеть чуть покомфортнее, да Двигаться по дорогам Ну это, наверное, сделано для того, чтобы Можно было весь Rest собрать Так как это тут правда хочется все собрать Да, так и есть За счет, да, дополнительного города Плюс дорога, плюс таверна, да Дополнительная, получается Там, я не знаю, плюс денежка Опять же, плюс деревня может какие-то опции давать Если это там данж, флакс, там кассов еще и так далее, да Вот, поэтому, да, здесь больше вариативности Больше опций Больше контента Ну и что, коробку поехал бить? Да, пошла жара Пошла стенка На первый день Ну а что, в принципе, что такого удивительного? Да, да, слушай, на самом деле Я вот как раз таки, знаешь, мне еще Доволен тем, что прочитал религоза Когда мы обсуждали, кто пикнул шаблон Я же говорю, это же, если были бы амазонки То можно было бы сказать, что это пикнул религоза Религоз как раз таки пикает Здесь амазонки То есть Можно, можно было это отследить Вот как раз таки, я не знаю Религоз именно Ну, в общем, ему нравится Амазонки, он отыгрывает на них Да, клики здесь решают И правда Это как будто он в своей какой-то стихии Как отлично он тут прожигает, ребят Обратите внимание Все круто получается Можно еще забайтить Единорога вниз Я думаю, дожгет тут по ощущениям Да, дожгет Дожгет Это то самое, за что, конечно, луна и Была понерфлена Да, и была Немножечко Немножечко была, но мы видим, что это не особо помогает 31 конь на первый день Ну и что, будет ли он это рестартить? Да, конечно будет Покажи там, что птицы-птицы От Ивана только 6 птиц 6 птиц 6 птиц, да, да Так, ну что Поехали дальше Наги Секундочку Наги Это еще одна цель Мишки Мишки Еще одна цель для прожига Ну, это уже, скорее всего, плюс, кстати, будет Учитывая, какие охраны здесь Не знаю Ну, такие две пешеходные охраны Оролять себе Редко будет рестарт А на Амазонках, ребят, я вам напомню Рестартов один Да, да Поэтому Это, возможно, будет игровая уже сдачка Хорошим шансом Свиток, друзья, бьется Что нас тут интересует? Армагеддон? Ну, был бы неплохо, как минимум Слушай, ну, пока бьется Хочу отметить, что Вань не самая плохая сдача Книга огня Есть, консерватория Уже улей виден И блок, смотри, какой неприятный Да, блок вообще ужаснейший Ну, ладно, это блок хотя бы не у замка Там, да, и здесь есть где развернуться Не знаем мы размер концы, правильно? Слушай, не вот не обратил на это внимание Окей, ничего страшного Окей, на амазонках Это такая себе история На самом деле Пока Тут просто начинается сноубол Вот ты за один день там Начинаешь добирать Первую коробку взял И эти блоки Все вообще бьются Без проблем Так что Все равно Выглядит неплохо сдача Да, еще улик Там конца охраны не самые сложные То есть утопки видны Они не так далеко Самое главное, что коробки сконцентрированы Да, вон, три коробки в одном месте Три концы И мы сейчас увидели С этой обзорки Прям много контента И я думаю, что Иван Не расстроится Увидев плюс от оппонента Это рабочая Лошадка Так, ну скажу лишь Что Степан нашел слева За лепреконами Еще плюс три чест И я так понимаю Луну сейчас планируют Докачать на погосте Потом на броненосцах И вот сразу на гаквин бить Да, как будто бы Плюс здесь есть Может количество их сейчас Чекать будет Там, видишь, просто много ресурсов Там Сундучок Вот это колесико На плюс один спел Может быть там вообще не армия Занагами Когда придется католбить Вон, вон, часто, кстати Ну и вниз Как будто надо ему здесь пробиваться То есть девочек тоже много Смотри, восемь Много армии 19 воздушит Да, правда Сложно будет религоз Это зарестартить Но дороги, дороги Подожди пока Вот как раз таки Наверное, камень представения Здесь, да, это дороги Пока что их две штуки Дальнейших развилок Не предвидится Предвидится А все-таки Иван Ой, блин Так что ж Целый день Да я в чем проблема Я, честно говоря, не знаю Хочется сказать религоз Говорю Иван Это что-то Религоз как раз таки Все-таки у нас Привяжение с темпа Тем более на Амазонках Ну ничего, Палыч Главное на награждении Победить Объявление победителя Не перепутать А Что у нас тут бьется В итоге Гиганты Гиганты Легкое ГО Если там нет Титана Понятное дело Ну, можно чекнуть Подготовиться Для некрополиса Вообще проблем не должно быть Тем более оно близкое Что очень важно Да, да, да Ну, кстати Ну-ка переключи на Виндкона Ой, оно близкое Оно, возможно Знаешь, тут с логистикой Возможно даже Не, ну дойдет Если с логой 2400 дойдет до города Вот это надо понимать Настолько близко Да, да, да Здесь настолько близко Находится ГО Потому что чаще всего Генерит именно Плохо Город Который на выходе Это может быть Стать минусом Да Для Юиндкона И вот они, кстати Развилки Которые нужны были нам Чтобы более-менее Понимать структуру Респа Ну, не, на самом деле Структура респау Итоги хорошая Слушай, я думаю Да, будет плюсовать Степа здесь Да, да Как будто бы Реставлен Две коробки есть Да, ну и у Вани Скажет, что плохо Ну и не сказать Конечно, со счетов И луну Которая так же умеет делать Даже без консерватории С помощью стенки Так Гриндан, кстати, приходит Тоже Слушай, на самом деле Вот приход Гриндана Тоже очень важный Угу Тоже маслица там появляется Слушай, ну не знаю По коробкам Ну это плюс Да, все, ладно Окей Дуже обсуждать нечего Ее в топы видим Две легкие коробки видим Муликов много Заставы есть Что-то тут придумаем Я думаю То, что и Инкон-то доволен Доволен он таким плюсом Да, доволен Да, но у него есть блоки Но anyway Как бы это блоки Не супер критичные Я думаю, с ними он справится Эй, Вэй Эй, Вэй Это что? Про дымок? Это из дымка было? Я тоже Как-то не понял, знаешь Как-то супер Серега на чиле, ребят Пошел по комнате Дымок Палыч Anyway Слово тысячу лет назад Когда еще в школе я был Говорили Да? Ладно, работаем Ну, ничего страшного Как это? Самое лучшее новое Все забытое старое Или как правильно? Да Так и есть Так и есть Это база Так и есть Всем теряем В итоге получаем Двадцать две, да? Ну, при этом еще А там оставили Двадцать одного Смотри, сколько у него нычек, да? То есть Тоже вон Вдоль дороги Три нычки Вообще хорошая сдача Подникрай, правда На самом деле Хорошая Если конца двойка, то Прям Два ангела Эти сразу могут Старта как раз таки дать Комфорт Комфортненько, да Ну, нам просто нужно найти Подкач для Галтрана Дальше тут все пойдет Интересно, куда он выставился Тут уже нычка Да Целька, тем более Самый такой Оптимальный герой Для взятия Так, ну что Конвертим всех костей Вопрос, да И правда, куда У него Гоша стоит там В сторону ГО Кстати, ошибается, по-моему Там религиоз У него там масло было Через масло поиграть Но теряет какое-то количество Девочек У него было, напомню, 70 Феечек Ну, всех он подрастерял чуть Или там замки еще у него Не скуплены Да, не знаю Вряд ли в замке Ну, надо сказать, что феечки Здесь в этой ситуации Наверное, не самый важный юнит Тем более на Амазонках Дорогой ГМ поставил А чего он хотел слепу, видимо Чтобы на как-то красиво там А почему штормов не поставить Чтобы заобудить погост Как там луну подкачать Не понял ситуацию Сейчас ГО будет ПГМ ГО легчайшая тоже Из коробки, смотри, какие ГО ези Четверка конца Опа Опа Ситуация накаляется Моментик Ребята, макси конца Но это и приятно, и не очень Конечно, здесь Быстро прям не получится Надо теперь думать Отличный вариант Надеюсь Так, здесь пробиваем броненосцев Окей Ну, луна подкачивается Там нычка фенов Я так помню Если правильно забирается Прям забирать будет Просто подкачь Подкачь О, еще и спешечка Два ящика Да, да, да Отлично Ну, не знаю Как-то второй ГМ здесь странновато Немножко смотрелся Штормы, наверное, были получше Чтобы легче боевки проводились Ну, как сделали Поехал Направляется в итоге На консерватории Красиво Красиво, да Там очень много подкачает Опять же, кости Да, минус моралька Ну, и будем смотреть к концу Плюс Плюс Там же не только конца Там алая башня Если вдруг конца, опять же, большая Можно алую башню взять Двойку, тройку Ну, и Огненные птицы Также справляются И с уликами И с заставами Прекрасно Тем более Еще одна алая башня есть Ну, в общем, вроде Вроде все рисуется, да Более-менее Да нет, все неплохо У обоих игроков Здесь есть и статы И Здесь утопии Нормально стоят Я бы не сказал, что идеально Кстати, забыл колечко передать Но завтра обязательно довезем Книга даже огня имеется Коробки тоже хорошо стоят Не та черная башня Которую мы хотели Блоки, конечно Поддушивают Соглашусь Ну А что поделать Посмотрим, как разгонится Здесь Юниткон Тяжелая Тяжелая ситуация Но играбельная Да играбельная Если тем более Сейчас там конца окажется Двойка То это вообще пойдет Такие Дело уже Да Согласен с вами Именно поддушивают Причем блоки Вот хорошо сказали Потому что Не душат Да Не душат Дают Дали очень много Просторанства Простора Здесь поиграть И это самое главное Потому что Представьте себе Вот эти охраны Где-то На ближайших перекрестках И какая бы боль Это была На самом старте игры А такое возможно Потенциально Ну что, ребят Смотрим Вот хотели Какую-то равную Какую-то более-менее Интересную игру И пожалуйста Получайте на амазонках Что-то Какая-то завязочка Прошлой игре По-моему Мы сразу видели Да Что Ну да Там Там конечно Там уже на третий день Эти Гиганты Ага Гиганты Там Макси Предмакси Брались Здесь тоже Кстати Подобная штука И у Ивана 200 плюс костей Как в прошлой игре У религоза На третий день Ну это база Знаешь Посмотрим Что у религоза А если он полезет Уже в объект То переключим сюда Потому что Мы уже целый день Посмотрели Слушай, ну просто У Ваня видишь Кажется играет костя И религоз Кстати Да Видишь Что там За меч красивый Ааа Ах тут меч И вот ты хотел Грейт Вот тебе Грейт пожалуйста Грейт еще Вот так Как он напорухал Мечта За осидами Даже негреженными Да Сейчас одна коробочка Сильно Ну как сильно Повезло чуть-чуть Да Чуть-чуть Чуть повезло Слушай, ну посмотрим Как он сейчас сыграет То есть все зависит от того Там от пробития коробки Да Скажи мне пожалуйста Наполнение этой коробки Сейчас тут эта пробивка Давай посмотрим Что там у Юниткона Пока он тоже пробивает Сейчас я обязательно Обязательно Все-все-все включу Сереге не терпится Ребят Все посмотрите Хочется все увидеть Земля Сюда Да конечно хочется Это Это последняя игра Друзья Тут надо За всем следить В смысле последняя Возможно Опа Последняя игра Финна турнира Имеется ввиду Два Я так поддушил Ну Двоечка Кстати Ой Ой Единичка Ой-ой-ой Как мерзко Да Лучше бы наоборот Да В смысле наоборот А там Двоечка Ну да Конца двойка А там единичка Ну в идеале бы И то и то двойка Была бы Даже тройка Наверное Сходила на тройка Тройка пришла Расчекивать И так далее Да пойдет Сейчас третий день Начали Все Поехало Пошло Качается Галтранк Качается Очень хорошо В следующую Консерваторию Едем Добираем И спокойненько Лезем В биг сайз Консерваторию С ней уже Можно крутить Весь рез Я думаю Ход 1-1-5 Будет очень сильный Возможно 1-1-6 Выход От Виниткона Ну вот У Реликоса Пока непонятно У Реликоса Начнем с того Что у него Как бы ГО прожигаемое Вряд ли Он его будет Прожигать Конечно Но в целом Там тоже Не сложная ГО Данный Данный Луной Я думаю Не самая Легкая ГО Ну не факт Что он Луной Будет Статы Да Если будут Большие Да 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 Тем более Там Fightful Уже Посмотрим Посмотрим Давай переключимся На Степана Все-таки Глянем Что за Раздача У него Да Былась Идеальный Ты понимаешь Понимаешь Восьмой Уже Как вовремя Худеры У нас Сегодня Работают Обратите Внимание На все Главные События Переключаемся Ребята Если бы не Серега Если бы не Серега Ребят Который Говорит Переключайте При этом Он не видит Что вы понимали Он не видит Этот стрим Да Чувствует Чувствует Просто Чувствует Что-то Происходит Прожиг Прожиг Ребята Пошел Уже Да По комнате Пошел Пошел Слушай Ландшафт Тоже Хороший Кстати Для Прожига Ландшафт Прекрасный Чик Чик Оп Оп Ох Ну да Не лучший Прожиг Пошли Они Не совсем Хорошо Они же Еще Смешались Да То есть Эээ Теперь Ими Сложнее Управлять Сложнее Предугадывать Как они Пойдут По Одной Стенке Да Две стенки Им сложно Поставить Но он Пытается Кстати Это сделать Хорошо Да Зайдет Единственное Только Четверо Ему Не убивают Сразу Не 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 То двоечка У него Вторая То есть Мы Смотрим Все Оп Оп Вопрос Убили Нормально Нормально Побеждать Вопрос Вопрос В том Куда Их Направлять Я так Понимаю Будет Вторую Консерваторию Тут Забирать Сейчас Привезет Еще Вот Как раз Таки Чародея И завтра И у Вани Пойдет Тоже Разыгровка Но Как Говорил Серега Красный Цвет Скорее Всего Тут Будет Решающий Вишенка На Торте Ну Смотрим Смотрим Ребята Пошел Дымок По Комнате Что Там У Религоза Тут Ваня Отходил Может Быть Досмотрим Его Ход И Да У Него Еще Есть Какие Ходы Небольшие Получил Он Распоряжение 14 Психов Ну Да И Будет Сейчас Их Пытаться Применить Каким-то Образом Коробки Идеально Расположены Блин Охрана Действительно Легчайшая Речь Аж Немножко Потерял Потому Что Я тут Ну Когда Видишь Такие Расположение Коробок Плюс Легкими Охранами Это Конечно Чудеса Да Тут Уже Это Вопрос Не в том Что Жжется Или Не Жжется Тут Просто Все Это Пробивается Тростепенными Героями Да Наралял Наралял Себе Хорошую Сдачу Плюс От Религоза И он Здесь Отыгрывается 100% Это Хорошая Сдача Хорошее Решение От Степана Видел Он Две Коробки Которые Жгутся Будет Их Сейчас На 1-1-4 Вторую Прожигать И Дальше Уже Я думаю Как Снежный Ком Будет Собираться Этот Респ Смотрим Круто Круто Ребят Ну Круто 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 Ребят Круто 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 Ребят Работаем Капец Мужики Ладно Все получается что да это не то пальто немножко упа и фига прикольный спрайтам до дымок тоже но они похожи кстати с цибой вот так приглядеть тоже лысы делаем на ребят ваню скал с цибой как будто ты цибу знаешь лично такой практически конечно проекта раз прослушана просмотрена конечно уже попротались виртуально ой 5 петер копта идеальная здесь ну да и правда на низ коробочка вот там кстати мол может что-то быть я думаю там что грифонами сколько их там 5019 да это еще армия все на масле спокойно какая-то армия реально ты чё это грейжиные и что греш ну это просто т3 всего лишь типа 60 юнтов ой 80 юнтов грейжиных это думаешь она ну ладно не ну не знаю потом плюс 1000 велью я тоже с ним согласен ну да на у психов же еще в или не такое высокое там счет за коробку 18к по моему у грифонов просто просто что у грейжиных грифонов хорошая велью поэтому да 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 наверное так что с холлайтом видишь мы тут согласны ой кстати хорошая некра деревушкой пробил вани ты покажешь нам коробку обязательно мне не покажет потому что она не берется сейчас или другим героем я возьмется возьмет он эту коробку любым героем и там 15 к опыта чекать бам-бам это не может быть двадцатка на пиво на дно разбиваю как нет отказывай так нет минус пиво последний момент элементарии все таки да ладно не верю жесть блин ты решил меня божественного напитка ну ладно серёга серёга подогрел интерес как говорится не круто не круто смысле не но я в моменте уже знаешь тоже понял что что-то не чисто как тут все и холлай там еще говорит что-то вот это вот как-то это подозрительно все стало вот он сценарий заглядел 5 седых как тебе где извиняюсь отдельно смотрится трансляцию включил как-то 5 седых я уж про гномов думаешь типа он проникает там вроде нет 5 гномов 5 седых кстати 5 седых это интересная боевка автобой залился здесь ну понятное дело понятное дело тут а у нас первым дефом так то две стенки есть у религоза схема к всего две стенки большой вклад они в дэмэдж внесут это кстати будет очень больно ребят я думаю что здесь 10 элементарий могут отъехать спокойно опа какая 10 10 10 ну ладно но я думаю меньше 10 смотрим а прикинь вообще заливка а как он здесь хочет придумать да но тут просто может быть до потери большие поэтому одна морали мы тут хотя 10 до 10 звучит 10 звучит разумно я 20 ставлю 20 а у тебя столько есть что ты ставишь что уезжает что куда переключают переезжает экран смотрим я не успеваю там интересно там земля не докачалась там продвинутая земля ваня хотел видимо экспертную то есть мне все интересно понимаешь что тем стараюсь давай давайте зависит от этой боев это я согласен как он хитро сделал мне вот не стал сразу стенку поставить чтобы сделать вертикальную стеночку и пустить попытаться по трем и он прошел по трем вопросе серега а тут нельзя поставить по какой-то причине неведомый а а почему действительно кстати нельзя потому что юниты доходят за рельефа и за рельефа игра думает что рельеф как будто бы продолжается короче короче не круто не круто да ну вообще круто получилось обрати внимание остался кто вообще классно это никто не спорит идеально прожег медло и поехали не а вот сейчас ой интересно он тут он же не будет сейчас бить так ну так будет еще и кто говорил да еще четыре позиции изи да это так это жестко еще три элементаля друзья идеально идеально просто раздает внутри имеется ввиду третья коробка да третья коробка серега имеет ввиду не грейджиных элементалей чтобы все это дело стакнулась и монастык превратился идеально раздает религоз да раздает на этой карте всем подряд остался только только ивану не досталось пока что иван тут пробивает блоки понятие замы слева который мы не смогли на первый день пробить все автоматоны как-то надо здесь ну подставлять надо скелетов что тут ничего не поделать с этим придется подставить да и правильное решение принимает 35 скелетов за боевку за шар который нам не нужен воды ok скелета опять же это не основной стек в будущем да сейчас то понятно вот сейчас понятно да гидра не грежен и ничего на галтеран отходил на чем проблема на некрополисе что тебе нужно всегда помнить про отстройку отстройка очень важно на самом деле соединить стеки дредов это прям вот must have хочется их соединить просто будущем если на это забить могут быть проблемы в лейте 60 там 70 дредов но он 70 вряд ли но 50-60 иметь конечно очень сильно их если мне память не изменяет дает по 8 грейжен их до 10 не грейжен а серёга за флаксы не хочется соединить это слишком долго лакс уже ты выходишь уток собираешь и наверно за металину за некра тоже нет нет это как раз тот стек который на финалке будет силой туда флаксовский конечно так подожди флаксовский элементали магии тоже которые не восприимчивы к магии тоже достаточно согласен но тут просто разница как минимум в статах насколько сильный юнит рыцарь ужаса и насколько слабый элементаль магии ну и тем временем были юка да опять же была коробка если вы помните над дорогой и взяла целька там 10 щепота была и целька под голову встал вот из такого то есть здесь у нас пока в не спустились деревяшки где гиганты слушайте я думаю завтра будет выход на пятый день да мы увидим на амазонках в принципе плюс-минус стандартный выхода для амазона на пятый день уже будет выходить религиозным да да ну там гриндан у него стоит я не знаю данный усман и да там щиточек у него есть вопрос будет очень сильным будет ли коробка дата уже бьет да это бьется коробка краски вот мы уехали вниз где у нас юр стоит делать нас маленькой не но это точно не мясо не знаю там по моему еще мельница была но они не грейженые да поэтому вероятность масса а подожди три стека 3 3 3 3 стека по эти 80 я думал два всего стека а сундук там не мельница до элементами магии на мясо это мясо ребята же есть вот этот пылесосе масса я бы даже сказал целая уже психов у это феникс и убежал убежал себя пошел стрим пошел другу как так быстро то убежал он смотри тык-тык-тык-тык-тык и пошел там видимо знаешь ему стучат уже просто тарабанят боба ждет момент сколько прухать до фанаты и нет кона уже дверь постучались нижний этаж и жиром заливает ребят я не заметил третий стек деревяшек лежащих да ничего страшно и мы тебя словом рассказали ошибаются лучше тоже могут ошибаться серёга и серёга да лучше и серёга да это все в порядке конечно коробки опять же ты не видел там рядом что-то может быть лежала то что же не знаешь согласен ну и смотри как тут легко отрабатывают до играючи да даже легко играючи без каких-либо проблем дальнейшие боевки закатали рукава фирменный жест религоза и теперь едем вправо до или влево пока у колечко подкачает плюс заберет артефакт да плюс кстати вампирник тоже неплохо будет забрать на самом-то деле лучше бы после после коробки щаску не просто тактику поймает танчиком закроет ну что пушки взрыв еще поймает в этом вампирят ники есть вера в это есть конечно скорости есть вера а у дадут тоже неплохо трезубец до плюс и вот смотри гриндан будет задать точнее коса блин гриня гринь там на снизу стоит он успеет нет блин гриня ему кстати тут нормально тут дело еще да 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 вывести как будто не писать перезубиться то наверное так себе с учетом потел ну сейчас пойдет кита сейчас пойдет да не идеально но сойдет сойдет есть проход здесь тут тут как будто как он потел будет забирать у вас есть там в голове прокрутка цепочка как ну да там же есть подъезд без проблем должен подъезд парадный срек около около заставы смотрим а тут центре цвей даже земли а типа не сушь тут нет замка прохода вроде как а вот около заставы ли что а ты между сверху так а зачем сверху два героя то вы снизу вниз сейчас ставим они типа все вывезут да да конечно окей да и таймера таймера то 16 минут обратите внимание 10 минут у юниткона и добрано ноль коробок 16 минут у религоза и добрано четыре коробки жестко четыре из десяти ребят здесь его 10 мощных коробок счет счет 4-0 получается пока что 40 ой для сколько или 50 4 пока 4 вот это пято мне 5 5-0 да и правда уже 5 коробок 5 коробок всего осталось их видно даже да какая боль какая боль так чем мы там говорили начале амазонки баланс да блин ну не знаю вот на самом деле давай скажем так было бы конца просто у вани не четверка там двойка да намного было бы игра у него быстрее ну просто не повезло да рандомчик рандомчик то есть будь это конца двоечка он сразу и забирает сразу эти блоки пробивает сразу спек на гидр дает пробивает гидр вторую ну в общем все коробка коробка поехали у него тоже достаточно простые коробки там пек это что такое типа спектейт ну да типа знаешь я уже смотрю когда когда я смотрю на степана когда он в игре я хочу чтобы у оппонента была лучше сдача у вас есть такое нет ну за разным раз да то есть ну потому что чё чё где где равный где вот это все тут как-то вообще все так началось смотри какой сноубол опять же поймал здесь религоз все забирается отлично отлично все религоза ну и не остановить его как будто просто не остановить мне ни в коем случае ребята не хейтерок просто просто хочется чтобы религоз пострадал чтобы он немножко я бы так сказал показал нам скилл со сложных респов хотя он и сложные респы разыгрывает да не будем лукавить здесь тяжелые респы степан тоже умеет прошлое синитконом у него сложный был респ на цити где он там титана были надстраивал за циту и не справился реально страдал там реально страдал не справился да и у ему там гу пробили по-моему не он там сам себе он там он просто размазался по респу 50 землянок не смог даже объекты до собирать нормально тогда ну а здесь здесь речи ни о чем подобном не идет здесь все реально у него складывается 50 землянок это что это репа дуду полу ой это прекрасная коробка да почему не буду топ и серёг да она под все она почувствовала чего хотите конечно он даже наверное скипнет этот потому что у него есть да у него есть же у него есть вилл так он там его вывозит по моему сверху нет 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 все-все-все ты думаешь все просто пойдет на выход представьте себе петелский но по сути ему этот петел что дает просто защиту до 5 защиты так-то меч есть монопол даже монопол вот знаешь в каком формате было бы классно в формате того что он выходит пробивает га и быстро возвращается домой на утопки на петел хороший вариант мне так сказать нравится да сейчас прикиньте под этот спич бы он петел из могилы бы вытащил просто не это было бы четырнадцать четырнадцать не забывай от стройки уже так или иначе да 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 то о чем вот сергей говорил и луна едет на утопу ну да и как же пупу пупик на этот один стек ну да у нас юнита бьют без ответки мы его щас про чирика чирик 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 делаем в моменте да без потерь до 1 1 элементария теряем здесь про чирик или с уж идеальной коробки то есть у него две на феникс все он все собрал он один один пять две коробки не добрал ребята вот это по что происходит да что происходит я такой от грин хелла видел если что так он на пятый день с двумя топами выходил уже со всеми коробками что происходит друзья насколько насколько здесь хорошо отыгрывать просто отлично хиросхаба гранд-финал происходит сергей юниткон релгос это он но это жесть просто ничего не сказать но это это темп это победитель прошлого турнира 44 но не вскул неплохо я даже думаю он все-таки вывезет за бабки петел как будто мне так далеко бежать не у нас сейчас со второй топки контроль просто либо воздушный и только тогда есть только так крылья бежать там тоже воздушно нормально там бежать по моему там вот лобета успеет да у него еще 20 минут ребята он может сейчас отойти а так у него еще 20 минут все уже он уже все сделал он уже все сделал он же весь респ собрал у него 20 минут он может покурить сходить на балкончик сбегать до машина это машина это не человек играет это робот я заявляю официально такая личка ничка с крыльями а кто угадает давайте ребят быстренько пишем кто угадает тому 500 рублей фрибетами на лигу ставок поехали по 5 3 за машин ну смотрим ребят мешок помню кто угадал угадал йогурту нет я раньше янсен янсен тебе угадал но отправили йогурт йогурт потом написал уже а да реально третье сообщение было 4 мешок хорош янсен а какой мешок ну ладно тут понятно жди подожди йогуртки уже а нет я добавлю ты йогурту дадим все-таки йогурт заслужил хочется дать просто да йогурту 500 еще фигасе не серёг ты чего подожди раскидываться молодец у нас так не права кодов не оставить ничего не знаю ладно так я на свал шайл рэш так и на вывод доходе она угадали до угадали для принципе они же в моменте они наверняка практически в моментально написали до одновременно поэтому там 0 1 секунда была разница до серёга секундомером засекал так что верим как говорится 5 всего 55 кристаллок что так мало мы все и все и все и все ребят выход центр на 1 1 5 ультра темп просто мега темп все идеально еще и встали как они бам ух супер вообще без потерь пробивается гол отлично вообще без потери 0 потерь 0 0 и правда землянки себя отработали на всех стадиях в утопиях на го и еще остались машины четверочка нормально пойдет до усиление стек и книга огня еще дается под элементарий нереально вот все этом восхищаются коробками на птиц элементарий но как же землянки здесь зашли просто мвп они потерпели в сложных боях г-г-г-г-г-г пишет сдается юнит-кон очень видит вера мы захватили увидеть что уже захват замка произошел и этот темп не наверстать ну что ж ребят очень быстро очень быстро у нас темпово проходит гранд финал с вами эмоционально да эмоционально в итоге получилось как же религоз кэш собрал свой ретт за один ход все сделано красавчик заслуженная победа 20 пользу степана будем сейчас приглашать игроков на интервью оставайтесь с нами друзья зовем зовем к нам его на юнит-кон он занимает второе место и получает 110 тысяч рублей поехали иван приветствуем еще раз на пресс-конторской ух ну что партии оказались вот такими как тебе финал как я просто пояснить почему да так рано кто-то посчитает сдался мне кажется что тут не отыгрывается преимущество красного в плюс минимум как один день да ты увидел с учетом быстро ну конечно замок увидел что взял и ну тут красивые наги красивые плюс 22 плащик да там еще честик и все это идеальные коробочки там тоже собралось там и коробки ты сам видишь как расположены за какими охранами и утопы тут красивые некор хочет взять костей сайда value мажоров на дороге здрасте и два блока просто на самом деле блоки так себе вот конца бы слишком большая просто будь двойкой уже все бы по-другому был который у дороги так-то костей было то нормально 200 костей чего не хватило бы что только не негде брать статы кроме как у топы до топа причем у тебя одна только удобная до вторую вторую ну можно было бы добрать при желании не ну в целом так все было да кроме старта кроме старта старта конечно не хватило к сожалению здесь порвы посмотреть за более равной игрой на по первой игре тоже там особо много не скажешь потому что очевидно что там тоже супер турбо некор который 200 костей за грейдил пошел в цех когда те на 117 на альянсе бьют госу контролем что тут обсуждать то есть там ты там тоже дать центр как утопы расположены я видел за демонами ну то есть это просто не битка к сожалению тут уже ничего не скажешь не знаю возможно стоит было 5 вводить систему да не знаю не знаю мне вполне устраивает результат ну слушай топ-2 так это вообще круто тем более ты борешься прежде всего за результат второе место это шикарно тем более знаешь что вот хочется отметить здесь это топ-2 не просто там да да во первых выход с групповой стадии с первых мест да ну и соответственно по верхней сетке ты прошелся то есть без поражений не падал в нижнюю это это очень достойно я думаю видимо туда просто это пустили так сказать почему не знаю что больше поиграть наверное да тебе это да фейс красиво ты показывал я твои игры комментировал все было согласен отлично отлично турнирный от тебя путь и быстрые клики твои которые любят зрители принятие решений молниеносные и лейт игра хорошая так что не знаю не дальше не принижай свои заслуги ты я не принижай говорю я всем доволен вполне спасибо большое ивана у меня последний вопрос и за меня болел до болели за тебя многие здесь чате и сейчас у меня только один вопрос по поводу фабрики и не кроты вот в следующий раз бы также поторговался или что-то пересмотрел в этом плане какие вопросы к торгу и не понимаю там плюс 3 у меня просто лопал нарезка чем безусловно нет там сдача сдача такая была сумасшедшая просто следующий раз я просто был бы более доволен если бы из двух рестартов получил без резства не с одного все понял окей спасибо большое ванна спасибо за участие крутой реально результат и вам спасибо большое да увидимся в следующих турнирах и начал говорить до слова своим зрителям не своим и в принципе всем спасибо большое ребята что по ходу всего турнира поддерживали как бы тут я считаю что пока рано с этим тягаться мне лично потому что я не только по генерации я могу еще и по так сказать и по ему явно проигрывать но есть куда стремиться будем готовиться к фа турниру где может быть не будет дипломатии амазонок будем чтобы добавил вот давай так если вот на будущее или пока нет какой-то таких предложений конкретных добавил но только стабильность формата турнира от старта до конца спасибо но мы постараемся к этому прийти я надеюсь мы это с тобой еще и обсудим и обязательно обязательно и вам спасибо большое ребята тем спасибо 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 его пока ух ну что вот он вот он второе место второе место занимает иван получать 110 тысяч рублей и как он говорит он доволен конечно он хорош иван хорош конечно для него я думаю хотелось бы занять здесь первое место да и для любого кто оказывается в финале ему хочется занять самое главное для меня до показателя вот как он выступает после поражения да то есть лицом а спокойно адекватно максимально без до какого-то там негатива без ничего просто мужчина спасибо за турик спасибо вам ребят за поддержку да на самом деле это тоже важное качество вот вани почему многие смотрят многие за него болеют многие это победил играет блин я доволен я всем доволен я поиграл я получил удовольствие прежде всего а то что уже там дальше но это будем стараться будем идти к этому круто круто конечно это игра же это в первую очередь игра и ваня как быстро он сориентировался быстро все проанализировал быстро все понял и в игре и после игры и соответственно естественно никаких у него нет эмоций до по этому поводу он все прекрасно понимает что это рандом великий и ужасный он и ему в моменте до помогает добиваться результатов его оппонентов поэтому здесь все равны ну что религоз оттащим давай давай комментаторского зовем религоза религоз приветствую тебя в комментаторская еще раз ну что поздравляем поздравляем дороги русскап первое место это мощно получается так ты как будто бы не рад устал что ли или что нет я рад просто я понимаю что ну так сказать я вспоминаю свои эмоции когда проиграл ивану ну абсолютно на пустой генерации и примерно понимаю что здесь тоже самое хоть у меня и так сказать я считаю реализовал хорошо не было пара ошибок но все равно что-то кого-то колоссального я не сделал в плане противостояния например как вчера с росом там был лейт там надо было напрячься ну больше играть на таймере больше планов строить вот а тут просто получилось вот что ну вот как получилось я конечно безумно рад да это слышно по твоему голосу еще самого начала как ты зашел как будто правда не выспался или расстроен или что-то вот нет нет на самом деле вот просто 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 вот так считаете во первых много у тебя игр было подряд до три дня ты играл плюс час выложился максимально там твой а пм твои раздачи которые нужно было реализовать и разыграть были на высоком уровне поэтому понятное дело что может быть где-то сил на разговор не хватает блин поздравляем тебя крутейший результат может быть спасибо большое хоть что-то какой-то фидбэк дать может по турниру может своим зрителям ну сначала да как всегда я очень хотел бы поблагодарить всех кто болел кто поддерживал кто защищал меня в чате вот так сказать нападок некоторых всегда спасибо всем кто болел чат родителям они к сожалению знают на что я трачу свое время но типа все равно огромные ну потому что я особо этим не распространяюсь держу как секрет вот потом девушки свои огромное спасибо на меня всегда подбадривало после поражений и также после побед вот своему коучу одному который учит меня играть в героев есть да такое представляете тот кто учит религоза играть в героев но это не это не раскроет конфиденциальная информация кто вот к 1 кого еще знаю дима дима а вот ему отдельное спасибо за мотивацию которую он мне давал каждый раз в чате говоря как он за меня болеет вот что еще только что хотел сказать но сняли с языка и я забыл вот просто всем огром а пара торча хотел отдельное спасибо сказать за вот эти генерации которые мы сегодня играли а вот ну и конечно дальше если фидбэк по турниру турнир мне понравился он мне показался гораздо и дался гораздо сложнее чем 1 где я считаете практически без поражений там условно несколько карт проиграв прошел финал и там тоже 2-0 разобрался без какого-то либо напряжения здесь я считаю что нововведение прикольное лично мне понравилось я чуть поменял свою игру на рестартах сведением одного начал больше рейтить так сказать стабильные замки что оправдалось как вчера так и сегодня я говорил о покупке некрас одним рестартом даже несмотря на то что сегодня в начале мне показалось сдача что ну будет относительно тяжелая она не была простая по реализации в на первый день когда открыл обзорку но все равно это потому что это некор получилось реализовать как я сделал считаю что получилось достаточно неплохо вот ну поэтому я очень доволен турниром всех призываю участвовать смотреть и регистрироваться на отборы которые правда не скоро но все равно видите на примере меня и роса может быть следующая звезда как раз таки придет тоже из отборов и покажет нам то чего еще герои не видели спасибо поздравляем поздравляем тебя на самом деле наблюдая за тем как ты в первый раз пришел к нам heroes cup 1 да и начал показывать свой скилл начал показывать свои быстрые клики мы скептично отнеслись но в итоге ты уже берешь второй турнир подряд и растешь на глазах я тебе так скажу намного стал сильнее играть как мне кажется опять же мое мнение и быстрее принимать решение и показывать на торгах да там немножко умом плюсы вот эти постоянные как-то вот у тебя есть на таймере у тебя есть своя игра и это мне кажется людям нравится это мне кажется людям заходит и дальше дальше тебе только могу пожелать побед участвовать конечно конечно ждем тебя в следующем heroes cup и heroes cup 3 для тебя открыт ну и уже сто процентов попадаешь на битву берсерков я думаю вряд ли тебя кто-то обгонит по рейтинговым очкам ты занимаешься первое место понятное дело спасибо огромное спасибо что даете возможность показывать себя да я вот лично от себя скажу восторге от того что и бездар перечислила вот еще на игре по таймеру это тоже вообще что-то невероятно очень много остается времени под по центр под выход и под дополнительное машине ну что ж поздравляем еще раз град спасибо аплодисменты аплодисменты сердечко боссом фрута хорош поздравляем на что потратишь приз думал не думал до особо не думал я считаете во первых не был уверен в том что я смогу выиграть это все равно не полностью от меня зависело вот поэтому особо не думал но так сказать потрачу с умом как говорится то есть на лигу ставок правильно да да то есть под стресс этот под стримом у нас есть баннер да ты знаешь конечно да всем нужно переходить религоз давай у тебя есть еще пять минут ты можешь успеешь поучаствовать в розыгрыше розыгрыше это что лига в чат надо написать лига в чат зарегистрироваться депозит 300 рублей друзья и поучаствовать ты сможешь выиграть наше худи возможно выиграешь футболку возможно духи от героев геройских до геройских замков и вы даже возможно брелок я конечно это но может чемпионом худи высвать подарить ну давай мы те худи а призовой себе собираю оставляю самое дорогое худи в мире ну оно наверное настолько качественное что оно бесценно и не стоит никаких призов поэтому ребят лигу в чат и участвуем в розыгрыше переходим под баннером получаем бонус вот спасибо огромное ребят всем кто болел спасибо спасибо тебе так что удачи все увидимся на следующем турнире да удачи в развитии студии увидимся пока 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 удачи